И, пожалуй, начнем. Так, сейчас... Давайте так, в общем-то, вы меня видите, это главное, и слышите. Ну, конечно, не все из вас, наверное, меня знают, хотя наверняка большинство, ну, кто, по крайней мере, вот данную конференцию наших уважаемых организаторов посещает периодически, то знают. Сегодня у нас тема очень важная, ну, собственно, как и всегда, хотя, конечно, я хочу подчеркнуть, наверное, особую важность этой темы. Все-таки вирусные заболевания, вирусы, которые постоянно среди нас, в нас, и порой вызывают такие проблемы, которые мы даже не представляем, что именно причинами являются вирусы, вот это об этом стоит рассказать. Более того, данная тема связана с десятками других важных тем. И лекции, которые я проводил в свое время, это и лекции по системе пищеварения, особенно по печени, потому что многие вирусы просто поселяются, живут в печени. Ну, собственно говоря, потому как там самые благоприятные для них условия, потому что огромное количество питательных веществ, быстрый метаболизм, так сказать, все возможное для их роста и развития, многих из них, таких как цитомегаловирус и так далее. У каждого практически человека есть проблемы, связанные с вирусами, наличие их в организме. И это начиная там от папилломовируса, вирус папилломатоза, до различных на коже проявлений таких, как там бородавки, там какие-нибудь некоторые формы дерматита и прочее. Ну, в общем, как раз об этом и все не поговорим. Ну, а уж про вирусные ОРЗ, ОРВИ, извините, и гриппы различные, которые сейчас тем более были и свиной, и черт знает сколько только каких не существует. Вот об этом. Ну, и про пресловутый СПИД, конечно, мы поговорим, потому что некоторые ученые считают по-разному, есть ли такой вирус или это просто показатель нулевого иммунитета, что, в общем-то, очень разумно. Вот обо всем об этом мы сейчас будем говорить с вами. То есть на практическую плоскость переведем обязательно разговор. То есть что же делать нужно, как уберечься, как предотвратить. Ну, а уж если есть какие-то серьезные заболевания вирусной природы, ну, гепатиты различные те же, кстати. Вот почему, говоря о печени, это мы, видите, очень много переплетается. А как не поговорить о кровеносной системе, если мы говорим о иммунитете? Так значит, и лимфатическую систему надо немножко коснуться. Задача тяжелая. Тяжелая. Я поэтому долго эту тему не хотел брать. Кто знает мои лекции, смотрел все, то впервые я провожу по вирусам. Конечно, я не претендую и не говорю, что мы разберем вообще все с вами. И это невозможно. Это надо, ну, месяц, по крайней мере, каждый день по несколько часов. И то очень строго систематизировать. Но главная моя задача, чтобы вы после сегодняшней нашей лекции получили очень важную и понятную, главное, информацию. И очень важно с практической стороны. А также то, что вы в своей жизни слышали, ну, общаясь с врачами и друг с другом, говоря о вирусных инфекциях, понимали, что ни в коем случае нельзя применять те так называемые методы, когда речь идет о химических, так сказать, синтетических витаминах, антибиотиках в лечении вируса. Потому что вирусы можно победить только укреплением иммунитета. И вот об этом, обо всем мы сейчас будем с вами общаться. Ну, и не только об этом. Я еще обещал и расскажу о синтетических витаминах, почему они страшнее, чем синтетические антибиотики, а именно так речь вопрос стоит. Ну, и о многом другом интересном. В конце я отвечу нашей встрече с вами на ваши вопросы. Я очень попрошу вас, ну, как орг момент, что кто новые сейчас гости войдут в комнату, в чат, вы попросите, ну, если будут писать какие-то вопросы, я их все равно не увижу пока, потому что я вас сейчас переключу на презентацию. Ну, и, собственно, мы пойдем по презентации работать по темам. Ну, а в конце нашей встречи я переключусь на чат и буду видеть ваши вопросы. Вот тогда я буду подробно все отвечать. Ну, тем более, что какие-то вопросы уйдут сами с собой по мере того, что я буду рассказывать сегодня, ну, а какие-то новые возникнут. Поэтому вы можете записывать эти вопросы, и я обязательно буду на них отвечать. Так, ну, пожалуй, в общих чертах вот таким образом. Теперь давайте я вас переключаю. Не будем время терять, зазря. Так, удалю сейчас все лишнее. Вы, наверное, видите презентацию. Так, что на ней написано? Вирусные инфекции, причины, последствия, все. Если все видно хорошо, а вдруг, если не видно, то меня Александр поправит, там напишет в скайп. Ну, если не пишет, значит, все отлично. Я так понял, что все видно и хорошо. Теперь, значит, у вас будет возможность. Информации будет очень много, она будет сжатая достаточно. Если мне придется, мне придется по кое-каким моментам отсылать вас, ну, как бы это сказать, на мои лекции, да, на некоторые. То есть я, например, не могу печень подробно разбирать. Ну, как я ее... А у меня огромная четырехчасовая подробная печень. Я скажу, вот посмотрите эту лекцию, посмотрите. То есть для того, чтобы сегодняшняя тема уложиться вот эти три часа, максимальную дать вам информацию, пути решения проблем любых с этим связанных, расскажу еще о лечебных, грибных препаратах, помимо других методик и в целом, значит, как укрепить иммунитет, да, и про конкретный вирус тоже поговорим. Ну, а останется время, там, значит, что-нибудь еще интересное расскажу вам. Все, поехали, как говорится. Вот вопросы на вашем экране вы видите, которые сегодня, значит, обещаны к разбору. А теперь давайте переключу вас вот на такую интересную красивую картинку и поговорим, что такое вирусы. Да, вирусы вообще представляют из себя такую подвижную ДНК. Это фактически объект неживой природы, но это отдельное, так сказать, надцарство живых как бы организмов, но на самом деле не совсем живых. Это биороботы, это программа ходячая такая, скажем так. Это фрагменты молекул ДНК, если уж по научному говорить, которые проникают в клетки организма наши с вами, мы говорим о людях, сейчас не будем о животных, и внедряются в генетический аппарат наших родных клеток. И в результате этого наша клетка родная начинает продуцировать новые вирусные фрагменты. То есть вирусы не могут сами размножаться путем деления, как инфузория, да, допустим, простейшие организмы, бактерии там и так далее. Не могут. Они заставляют, внедряются в ДНК нашу, заставляют реплицировать себя. Теперь, значит, при разрушении вот этих пораженных клеток новые вирусы уже выходят в межклеточное пространство и распространяются, идут на соседние клетки. Вот от того, как быстро они идут, как быстро поражают, зависит как раз проявление этих вирусных инфекций, которые могут проявиться, а могут нет. Заразившись каким-то вирусным заболеванием в латентной форме, то есть скрытой, непроявленной, они могут долгие годы и даже десятилетия ждать своего момента, пока иммунитет не ослабеет. Что такое иммунитет, как раз дальше мы с вами поговорим. Так вот, мы как раз сегодня с вами и выясним, почему те или иные вирусы опасны, чем они опасны. Разберем от простых до сложных. Значит, ну и знаете еще что? Наверное, мы, скорее всего, о герпесе очень подробно поговорим. Их очень много форм. Мало кто знает, путаница в головах у людей. Я сторонник того, чтобы каждый человек знал хорошо свой организм, понимал, как он устроен, как функционирует. Биохимию всю я объясняю очень простыми словами. И у вас будет знание не меньше, чем у любого врача. Ну, собственно говоря, да и врачам порой полезно. Многие, кстати, слушают мои лекции, потом вот пишут благодаря, как говорится, просто чтобы понимать причинно-следственные связи, особенно со здоровьем. Это очень многофакторная проблема, наше здоровье. Они понимают определенные вещи, многие врачи, но не могут понять сложных биологических, комплексных процессов. И из-за этого не могут достичь, понимаете, желательного результата в лечении. Потому что, ну нельзя только препаратами или, ну нет, волшебной пилюли. Все сложнее и проще одновременно. Об этом мы тоже с вами поговорим, потому что, понимаю, есть люди, кто не смотрел мои другие лекции. Ладно, идем с вами дальше. Итак, коли мы говорим, что вирусы, никаким образом победить, никакими антибиотиками, никакими препаратами нельзя, кроме как запустить наш крепкий иммунитет, создать, чтобы он был крепким, если он разлажен. Вот, значит, мы говорим с вами, что такое иммунитет. И говоря о иммунитете, мы говорим с вами о клетках, защитных нашей иммунной системы. Итак, значит, давайте поговорим. Во-первых, это лейкоциты, да? И вот лейкоцитов на самом деле много. Я вам сейчас вот включу картинку. Лейкоциты белые. На фоне вот эритроцита справа вверх тоже вот лейкоцит. У них разные формы, стадии и подвиды. Мы сейчас немножко о них поговорим, потому что вы все когда-то, да, сдавали анализы и будете сдавать. И должны разбираться все-таки, что значит вот каждое, так сказать, название. Илазинофил там, нитрофил и прочее, и прочее. Это важно, чтобы вы, опять-таки, понимали. Врачи часто не объясняют пациентам ничего. И что это значит, не объясняют? Ну, это важно знать. Каждому человеку ведь здоровье, оно ваше. Доверять кому-то, конечно, можно и нужно, может быть, но все-таки перепроверка не помешает. Так. Значит, лейкоцит, это надо понимать, сознательная живая клетка. Она борется, если так грубо говоря, с инфекциями. Вообще с антигенами. Антиген – это чужеродный агент, попавший к нам в организм, в данном случае в кровь, ткани, через кровь любые, который должен уничтожиться иммунной системой, потому что он чужероден. И здесь главное значение в свой-чужой определяется по белкам. Ну, по, значит, вот этим антигенам. Я потом разовью эту мысль, кто еще не в теме. Значит, сила лейкоцитов зависит от очень многих факторов. То есть, их активность, их фагоцитарная способность, то есть поглощать, уничтожать вирусы, грибки, так сказать, бактерии и бороться с ними, да, с чужеродными включениями, с агентами. Значит, от чего? От нашей энергии, от обеспеченности каждой клеточки и их собственных энергостанций, то есть вообще от общей энергетики нашей с вами, от минералов, нет ли у нас с вами недостатка микроэлементов, определенных редких, особенно таких, как литий, кремний, йод, которые, как правило, есть дефицит у всех современных людей, из-за того, что, к сожалению, почвы, на которых выращиваются растения, давно изуверчены и лишены именно микроэлементов, потому что лишены вот этой симбиотической связи живой природы. При выращивании монокультур это неизбежно, почва деградирует, и даже если на ней что-то растет, даже кто-нибудь скажет, а вот в Крыму, в Краснодарском крае, вон все растет, и вкусные помидоры, вкусные, сладкие, потому что там калия, допустим, достаточно, они будут у вас сладкие. Там могут быть еще, так сказать, с десяток макроэлементов, какие-то микро, а если не будет всех, какие нам необходимы, значит, да, то тогда постепенно раздается дефицит. А это значит, что будет проблема и с построением белков, потому что в любые белковые сложные системы входят и микроэлементы тоже, в том числе. Вот, значит, это все очень взаимосвязано. Так, ну хорошо, значит, вот смотрите, и от чего еще, значит, помимо, от, конечно, наличия обеспеченности организма витаминами, ну, то есть всеми необходимыми компонентами для построения и правильного функционирования любых клеток, в том числе вот этих защитных клеток лейкоцитов. Значит, есть лейкоциты разные, сейчас я вкратце скажу, потом поподробнее. Это, во-первых, есть моноциты, это молодые такие лейкоциты, они еще не обученные, если так мягко говорить, они сигнализируют всего лишь о проблемах в организме и передают информацию дальше в сложной вот этой системе иммунной. Напомню, что именно из межклеточного пространства, да, берет начало лимфатическая система, собираясь к канальце, капилляра и, значит, соединяясь через лимфоузлы, выносит отработанные продукты метаболизма наших клеток, всего, значит, ткани, организма всего в разные, так сказать, места и дальше выделительные разные системы нашего организма, выделяют их из организма, да, это, например, значит, желудочно-кишечный тракт, что, значит, толстый кишечник выходит туда, протоки сосочки лимфатические по ним выходят, все это происходит благодаря, так сказать, работе нашей, в том числе, вот этой иммунной системы. Значит, теперь, есть макрофаги, моноциты, да, значит, это тоже лейкоциты, которые поедают бактерий, поедают, значит, вот высокомолекулярные белки любые, они как раз вырабатывают такой фермент перфорин, перфорин, который, кстати, разрушает в том числе раковые клетки, вот, правда, количество перфорина с возрастом и не только с возрастом, по разным еще причинам уменьшается, ну, с возрастом обычно с 30 лет, с 25 даже уже становится меньше-меньше, и, соответственно, вариант заболеть онкологическими заболеваниями увеличивается чисто вот даже по этой причине, значит, заставить вырабатывать больше перфорина тоже возможно, и это зависит от многих факторов, кстати, я об этом вот тоже сегодня обязательно вам скажу. Теперь, значит, что такое вирус, мы тоже поговорили с вами, да, то есть это бродячие гены, это ДНК, которое, встраиваясь в нашу клетку, заставляет нашу ДНК реплицировать себя, себе подобное. Так, хорошо, значит, как я уже сказал, они могут ждать удобного случая, пока человек молодой, пока иммунитет крепкий, но вдруг получил в организм этот вирус человек, и вот он ждет определенное время, пока не настанет пора, иммунитет не ослабеет, и вирусы легко могут начать размножаться, и, значит, возникнут те проявления, которые мы с вами будем разбирать. Гепатит А, вы все знаете, болезнь Боткина, это подробно, я все виды гепатитов подробно разбираю в лекции моей о печени, она называется так, печень поджелудочная, желчный пузырь поджелудочная железа, там я обо всем, об этом, в том числе о вирусах А, Б, Ц, Д, Е, даже новый там, все это рассказываю, поэтому совсем кратко буду касаться сегодня гепатитов, хотя, ну, посмотрим. Значит, у герпеса, это две трети населения заражены, а то и даже пять шестых, скорее всего. Значит, если на губах что-то вылезает, значит, или где-то там, это вылезает что? Вылезает мертвый, скажем, вирус, их пытается организм таким образом, так сказать, утилизировать, если очень плохо работает лимфатическая система. Половой герпес, кстати, особенно вот герпес, да, шестого типа, мы их разберем сегодня с вами обязательно, потому что я подробно их никогда не разбирал. Онкогенный фактор, вот, генитальный вот этот герпес, да, это важно понять, то есть, чего особенно стоит опасаться, не то, что бояться, а просто, так сказать, предпринимать меры вовремя, а не ждать год, два, три, так сказать, это время не на нас будет работать в этом случае. Если вдруг корь, краснуха там, да, и идет, ну, дети заболели, сыпь, значит, это хорошо, это идет борьба, это погибшие вирусы, иммунитет борется. В этот момент надо не пытаться все делать, чтобы с кожи это прошло, пройдет само потом, очищать кишечник, поставлять в организм активные вещества, которые будут заставлять иммунитет укрепляться и бороться, и продуцировать большее количество различных лейкоцитов, чтобы они были крепкие, и тогда пить достаточное количество воды и прочее. Мы, кстати, и это с вами разберем, что же делать надо, собственно, практическую сторону. Ну, папиллома, вирус, вирус папилломатозы, это серьезная вещь, которая вызывает вот те самые классические папилломы, разные родинки и бородавки, как последствия их несколько типов. Далее мы подробнее поговорим и об этом. Ну, и, кстати, бывает даже такое, что, когда организм поражен какими-то паразитами, я уже имею в виду, ну, паразиты – это различные виды червей, круглые, ленточные там и так далее, но, то есть глисты, а бывает и такое, что действительно убираешь из организма паразитов и папилломы сами проходят. Но не потому, что это такая прямая взаимосвязь, а потому, что, когда мы убираем какие-то факторы, которые очень серьезно действуют, отрицательно на наш организм, в данном случае воздействие паразитов, они и питаются за счет ресурсов нашего организма и гадят в нас, некоторые из них разрушают, например, печень, которые просто питаются клетками печени, например, как вот это кошачий двуз, пистархоз заболевания, которые очень долго и сложно лечиться, либо простейшие лямблии, например, которые тоже печень, на панкреатических протоках, кстати, анкилостома, например, может вызвать панкреатит, не только, так сказать, какие-то биохимические просто нарушения, как говорится, огненные и так далее, а именно, или отравления токсичные, вот, например, даже паразиты. Значит, напомню, об этом мы сегодня говорить, конечно, не будем, подробно у меня есть две лекции по паразитам, очень большие серьезные лекции, посмотрите, это очень важно, найдете. Теперь, цитомегаловирус вызывает очень серьезное заболевание, например, витилиго, вот такое автоиммунное заболевание, но в том числе, часто, практически во всех случаях, выявляется цитомегаловирус, есть взаимосвязь, по крайней мере, при этом виде автоиммунного заболевания, когда клетки же наши, уничтожаются же нашими клетками организма, защитными, как при других автоиммунных любых заболеваниях, тем не менее, цитомегаловирус тут проявляется активно, то есть, корреляции есть определенные. Теперь, влияние идет серьезно на кожу, но витилиго, вы знаете, это крайняя форма, любые кожные проявления, хотя, кстати, проблемы с нашей кожей, различные дерматиты, нейродермиты, это показатель еще и грибков, но грибковые инфекции, у меня по ним была лекция, во-первых, подробная, во-вторых, они вторичны, при крепком иммунитете не будут проявляться, при слабом всегда, и поэтому, если, например, язык белый по утрам, или там такой серым налетом, значит, грибковые заболевания есть, ну, как правило, это системный кандидоз, поражение грибком кандиды одним из видов, и, естественно, что-то может быть еще, сегодня я тоже на слайдах кое-что покажу, как распознать, значит, поражает зрительные нервы, глазные, например, вот, цитомегаловирус наличие, то есть, серьезные вещи, так, ну, а теперь давайте посмотрим, значит, я вам покажу, значит, скажу, во-первых, про лейкоциты, немного, это что такое, вообще, лейкоциты, ну, мы говорим с вами о иммунитете, так вот, лейкоциты, все вы слышали, вообще, это условное название группы, целой группы клеток иммунных, это называется, значит, белой кровью, да, от, понятно, греческого лейко-белой, фитосклетка, ну, понятно, английская аббревиатура WBC, понятно, ну, и вот, собственно, белые клетки крови, вот, пожалуйста, перед вами, это важно понимать, что 5 основных подгрупп, ну, 5 подгрупп, каждая из них имеет собственные функции, функции здесь прописаны, видно, должно быть хорошо, чтобы я это не обозначал, но, тем не менее, посмотрите внимательно, вот, например, эозинофилы, которых обычно примерно 2,5% от общего количества, значит, этих групп клеток, они, значит, борются так называемыми частичками, ну, тут так просто, примитивно написано, вызывающими аллергию, и вообще аллерген, аллерген, это вот как раз тот самый антиген, здесь вообще показатель, если общие эозинофилы в крови выше 2, особенно 3, 4 общие, то это говорит о том, что паразиты какие-то обязательно есть в организме, это очень важный фактор при таком косвенном изучении, вот что можно сказать по анализам, значит, ну, мы с вами об этом сейчас подробнее, давайте я быстренько повторю про бозофилы, вот эти, да, эти клетки, смотрите, значит, что касается, это вот, они участвуют в, то есть как бы как маркеры показывают, что есть аллергические какие-то воспалительные реакции, содержат они биологически активные вещества, которые как раз в, вот, окружающие ткани выделяются при разрушении клеток, и это приводит к местным, как раз реакциям различным, вот в том числе вот аллергическим таким, которым мы называем так вот, аллергией для привычного понимания, и что это дает, вот эти вещества, они как бы дают место, то есть вот эти реакции все, облегчают доступ других лейкоцитов к очагу воспаления, то есть в этот очаг уже проникают другие, вот какие, и что давайте смотрим, второе у нас, ну, не важно, не по порядку, допустим, элозинофилы, я про них говорил, так вот данные клетки, они перемещаются, как раз в очаг воспаления, где выполняют защитную, очень серьезную функцию, основной механизм действия этих клеток и элозинофилов связан с разрушением и поглощением чужеродных веществ, ну, бактерий, их токсинов, кстати, от различных паразитов, например, да, опухолевых, кстати, клеток, что очень важно, ведь каждый день в организме человека образуются тысячи, даже миллионы онкоклеток, которые все-таки иммунной системой, пока она крепкая, вполне разрушаются и выводятся, почему очень важно, чтобы выделительные системы работали хорошо, почему, например, у спортсменов, при всех равных прочих, что они часто питаются неправильно, по крайней мере, тем не менее, пока они активно занимаются спортом, у них все более-менее нормально, и кожа вроде, и все прочее, ну, у пловцов понятно, там связана эта, так сказать, кожа, то, что нормальная до поры до времени, с постоянным выделением воду, через пот, через, ну, собственно, всегда через пот, чем больше человек потеет, тем легче, организма, потому что яды, токсины выделяются, ну, и вообще при движении активных мышечных сокращений, понимаете, в чем дело, вот смотрите, лимфатическая система, в отличие от кровеносной, а она как бы из кровеносной образуется, вообще лимфы больше в 2,5 раза примерно, чем крови в организме, но ведь у лимфатической системы нет своего сердца, как у кровеносной насоса, и поэтому она сокращается, движется, конечно же, не так активно, как кровеносная, это понятно, но движется, за счет именно мышечных сокращений, если мы долго сидим, не работаем, неактивная физическая работа занимается, она застаивается, а это значит, все воспалительные процессы, застойные, берут вверх над организмом, как раз те самые бактерии, грибки и лимфоузлы, тогда уже могут не справляться со своей защитной функцией, и те самые бактерии, грибки, которые могут там начать брать вверх, как говорится, над этими группами клеток, тут активная борьба идет, тем не менее, наших иммунных клеток с этими чужеродными агентами, и воспаляются лимфоузлы, вот это вот самые те, от простой ангины до очень серьезных уже, так сказать, в том числе, это будет онкологические заболевания, понятно, так вот, чужеродные агенты будут, должны быть уничтожены, вот такие специфические чужеродные агенты, и озенофилы, так, нейтрофилы, давайте разберем, да, а я вот, посмотрите картинку, как раз тут сейчас, вполне разумно будет, посмотрите, как они выглядят, вот они составляют там 45-70, даже иногда процентов, от всех лейкоцитов крови, вот именно нейтрофилы способны поглощать чужеродные материалы, таких небольших размеров, некоторых бактерий, грибков, их фрагменты даже, я бы сказал, так вот поглощенные вот эти частицы разрушаются, благодаря наличию в цитоплазме вот этих, а это, цитоплазма это внутреннее содержание клетки, чтобы кто-то, если не понимает, внутреннее жидкое содержание клетки, с различными органеллами, там, своими ферментами, так вот, особые вещества выделяются, и находятся в цитоплазме, которые обладают антибактериальным действием, то есть идет процесс фагоцитоза, фагоцитоз переводится в слове поглощение, пожирание, так вот, после вот этого поглощения, разрушения чужеродных частиц, нейтрофил обычно погибает, ну, вместе с тем, кого он уничтожил, и в данном случае освобождается в окружающей ткани большое количество вот этих биологически активных веществ, в том числе, ну, конечно, и токсинов, белки-то гниют, ясно и дело, ну, там уже своя роль определенных элементов, которые это тоже выносят через мембраны, как раз вот в межклеточное пространство, так вот, биологически активных веществ, но вот они тоже обладают антибактериальной активностью, и поддерживают процесс воспаления, тем не менее, там борьба, в результате борьбы всегда идет воспаление, это, так сказать, то самое реакция антигена, антитела, в том числе, про которую я постоянно, постоянно говорю, то есть вот эти агенты чужеродные бактерии, вирусы, грибки, либо высокомолекулярные, любые иные белки, любые белки, которые в крови свободны, цельные высокомолекулярные белки, вот на них и идет реакция всегда. Так, теперь, в норме большинство нитрофилов, ну, так сказать, в периферической крови, да, они представлены, как правило, зрелыми, уже созревшими клетками активными, которые имеют такое, ну, сингментированное, ядро определенной формы, в меньшем количестве встречаются молодые нитрофилы, значит, данное разделение важно в диагностике, вот почему я про это говорю, различных инфекционных процессов, при которых происходит, как бы, увеличение абсолютного или процентного содержания молодых форм нитрофилов, и, соответственно, старых более форм. Это вот маркерные такие показатели для специалистов, то есть, просто вам это надо знать, что если вдруг какие-то измерения, а вот что это значит, что это значит, спросить уже потом у специалистов. Так, моноциты. Ну, вот наиболее крупные клетки периферической крови, как раз моноциты, это тоже, понятно, лейкоциты, мы их и разбираем сами, они образуются в костном мозге. Как раз это основной кровотворный орган человека. Да? Ну, понятно. И циркулируют в крови в течение там нескольких дней, после чего переходят в ткани организма уже, где превращаются в другие клетки, которые называются макрофагами. И вот основной функцией макрофагов является, сейчас одну секундочку, мне вроде тут пишут, а нет, все в порядке, я думал, меня не слышно. В общем, если что, Александр с интернетом здесь будет проблема, мне в скайп напишет. Так. Так вот. Значит, вот, как я уже сказал, называются они уже макрофагами. Поэтому, кто слышал это название, вот понятно, что это те же моноциты, которые, вот, они превращаются уже в тканях, в особые такие клетки. Основная их задача это поглощение и уничтожение инородных тел, тех самых антигенов, это бактерии, грибы, опухолевые клетки, так сказать, да, а также собственных лейкоцитов, которые погибают в очаге воспаления. Их уже утилизируют, лизируют до максимально, так сказать, микро-минимальных мономеров, которые легко выведутся из организма, если работает достаточно хорошо выводящая система, лимфатическая. Так вот, если поврежденный, вот этот повреждающий, вернее, агент разрушить не удалось, то макрофаги скапливаются вокруг него в больших количествах, формируют, так сказать, такой клеточный пласт, такой вал клеточный, который препятствует распространению патологического процесса в организме. Но тут-то и проблема. Вот запомните сейчас, что я сказал. Если вдруг так получается, что действительно не получается слизировать, уничтожить путем фагоцитоза, уничтожить вот это вот какое-то большое количество скоплений или сложных белковых тел, которые являются антигенами для нашего организма, то они, макрофаги, как я уже сказал, облепляют как бы, да, и образуют такой валком. И они не дают инфекционному или вот этому патологическому процессу выйти. И вот так формируются, кстати, раковые опухоли. Так происходит сдерживание процесса внутри. Ну, сначала они могут быть не раковыми, а именно вот доброкачественными, различными там, кстати, кистами, омой и прочее. Например, гной, тот самый, который образуется в результате процесса вот как раз антиген, антитела, реакция. Антитела – это наши вот эти как раз и есть моноциты, так сказать, макрофаги, иммунные клетки, которые уничтожают вот этот агент чужеродный. А давайте сразу скажу, и если надо будет пояснить, я поясню либо потом, когда это кстати будет к теме, либо в конце вопрос, когда будете его задавать. Ну, кто-то не в курсе, я объясню, что организм наш, иммунная система, реагирует не на название. Это мы люди назвали там вирусы вирусами, разделили их систематически, определили, или бактерии. А реакция идет только на сложнейшую форму особого вещества, конечного, из которого строятся любые ткани, любых тел, любых организмов на нашей планете, это белки. Если это животные, сложные, высокомолекулярные, самые сложные белки, то их не так просто разобрать. Если человек поедает мясо, яйца, рыбу, неважно, любые высокомолекулярные белки, молочные, казеин тем более, то никогда в полной мере в организме они не разберутся до мономеров, до аминокислот. Никак, в полной мере, никогда. Если даже полпроцента, один процент, неважно, сосется в организм, в кровь, через тонкий кишечник, поры тонкого кишечника, всасывается в кровь, как и все питательные вещества, вот белки цельные, а это происходит в малом количестве, но тем не менее, то реакция тех же самых моноцитов, макрофагов на уничтожение вот этих цельных, высокомолекулярных белков будет точно такая же, как на уничтожение потребуется это, да, от белков, вирусов, веребков, потому что они инородные, чужеродные нашему организму, это всегда происходит, а, так сказать, если, чтобы этого не было, вот тогда пища должна быть адекватна, а в растительной пище белки несложные, легко перевариваются до мономеров аминокислоты, они всасываются в кровь, разносятся аминокислоты в каждую клеточку нашего организма, а у нас в каждой клеточке нашего организма в том числе идет какой процесс? Биосинтез белка, он идет в рибосомах, такие органеллы, а что значит биосинтез белка? Значит, синтезируется белок, из которого строятся данные клетки, органеллы этой маленькой нашей каждой клетки, а значит, каждой ткани нашего организма в любом органе, и, соответственно, идет обновление организма, то есть, еще раз, белок у нас синтезируется, а что это значит? Да, из чего он синтезируется? Из аминокислоты, ну, плюс энергия, ферменты, понятно, из аминокислоты, значит, что нам нужно в питании, ну, в плане, белки говорят, но если человек будет есть белки, то любые, даже растительные белки, должны быть разобраны до аминокислот и попасть в каждую клетку, чтобы пошел процесс биосинтез белка, не белки, а аминокислоты. Так значит, зачем нам есть высокомолекулярные белки, которые как раз, как и маркерный курс нам просто показывает, что поедая их, в полной мере они высокомолекулярные, не разберутся и вызвут эту страшную реакцию. Результатом этой реакции будет накопление в организме, потому что все это никогда не выведется в той или иной степени гнойных токсинов и трупного яда. Кадавер, кадаверин, это трупный яд, он образуется, и как раз, если он не может выводиться, иногда он может относительно безвредно законсервироваться в организме, там, в жировой ткани, где-то в полостях нашего организма, в любых там, начиная от гайморовых и других пазух, нижней доли легких, это могут быть кишечник, складки толстых кишек, в виде концерватов, таких мешочков маленьких в каждой клеточке, но иногда как раз плюс какая-то инфекция, плюс какие-то сложные процессы, и тогда действительно вот эти макрофаги обволакиваются, сдают такую оболочку. Так законсервируется первая небольшая группа клеток, которая вот начинает, может быть, расти. Сначала это доброкачественная опухоль, если туда прорастают кровеносные сосуды, меняется программа, но, собственно, у меня есть лекции очень интересных, две онкологии, вот последнюю найдете, посмотрите, про, я там разбираю все теории рака, потому что, говорят, а, это вот от этого, или кто-то скажет, не надо ничего слушать, а просто сами разберитесь, я там просто даю информацию, чтобы вы понимали, там и теория свящевой, там, вот этих вот, трихомонадной, там и слезевиках так называемых, и прочее, и вирусные, все-все я разбираю, да, поэтому посмотрите, ну, о вирусах мы сегодня будем говорить, в этой связи я вам, кстати, это и говорю, потому что, чтобы сложилась у вас полная целостная картина, а отсылаю вас сюда, потому что не могу же я сейчас необъятное обнять, да, зато, если захотите разобраться, вы уже знаете, где будет посмотреть, так вот это грибковые проблемы, на самом деле, онкология, и ведут себя онкоклетки точно так же, как мицелии, ну, вернее, гифы, вот эти самые, вернее, скажем, грибки, низшие вот эти грибы, микромицеты, точно так же, ну, и, собственно говоря, ими являются, так, так вот, значит, блокируют, и потом вот, либо разобьется опухоль, либо нет, поэтому очень важно до этого не допускать, значит, моноциты, значит, вот, как раз макрофаги должны активно работать, ну, хорошо, и мы, как можно меньше загрязнять, загаживать свой организм, но питание тут самый главный фактор, потому что, что мы едим, из этого и будут складываться клетки нашего организма, так или иначе, правильно или нет, с ошибками или нет, то есть ошибки накапливаются постепенно, может измениться и передача информации, и тут вот как раз, по мере накопления ошибок, аномальное деление клеток возникнет, ну, и вот то, что я объяснял выше, теперь давайте разберем лимфоциты еще, да, у нас же есть, ну, а на доле лимфоцитов, это примерно от 20 до 40, там, процентов всех лейкоцитов организма, значит, но приходится, но только примерно 2-5 процентов находятся в периферической крови, а вот остальные в тканях различных органов в основном, то есть они такие тканевые, значит, защитные клетки, это главные клетки иммунной системы, которые, ну, как бы регулируют деятельность всех остальных лейкоцитов, они заставляют, уже передают им определенные нейрохимические сигналы, ну, и, соответственно, как бы направляют туда или иначе, значит, хотя они сами способны выполнять защитную функцию, так и есть. Теперь, что очень важно, я вам еще в этой связи хочу сказать, ну, кстати, давайте сразу, вот, например, посмотрите, пока моноциты, вот при микроскоп, хорошо видно их, здесь вот, даже если вы почитаете, увидите, значит, некоторые нюансы написаны, но главное, я вам сейчас вот что еще расскажу, очень важно, значит, вот в зависимости от функции, мы с вами виды разобрали, да, лейкоцитов, а есть еще по функциям разделения, все вы слышали, Т-лимфоциты, особенно, ну, касаемо онкологии, вот если Т-лимфоциты, есть бета-лимфоциты, да, так вот, что это такое, при, они при контакте с чужеродным, вот этим агентом, с антигеном, данные клетки, то есть бета-лимфоциты, начинают вырабатывать особые антитела, антитела, да, про что я уже вам говорил, реакции антигена-антитела, то самое, которые приводят к разрушению агентов, этих чужеродных, часть из этих бета-лимфоцитов, превращаются в так называемые клетки памяти, вот эти клетки памяти, длительное время, годами порой, хранят информацию о чужеродном веществе, запомните это, что я сейчас сказал, я объясню, к чему я это говорю, и при повторном попадании этого вещества или агента в организм, той же инфекции какой-то, например, они уже приводят к быстрому, сильному иммунному ответу, вот в этом как бы заключается как бы логика прививок, то есть когда делают прививку, это вносят ослабленный какой-то вирус, допустим, бактерию ослабленную, то тогда иммунитет уничтожает легко, как бы уничтожает, хотя не всегда так происходит, ну, должен, я доберу классический медицинский пример, а потом есть как бы вот этот иммунитет, который через даже годы быстро будет определен, стойкость к ним, и программа уже есть, и как бы уничтожен, это в теории, на самом деле прививки вещь очень опасная, ну, в какой-то степени они имеют смысл, в каких-то в основном, то, что с детьми творят прямо уже при рождении, за это просто убивать надо, это просто уничтожает, это геноцид народа, вот, тут я сразу отправлю вас, либо, ну, в моих лекциях тоже есть, но есть иммунолог, профессор Червонская, наберете в интернете, найдете, и вот, собственно, по, она глупым, так сказать, ну, не глупым, нельзя так говорить, но не знающим, в общем, так скажем, врачам-педиатрам, которые, так сказать, делают детям прививки и так далее, поголовные, вот эту вакцинацию, пытается как-то объяснять, значит, абсолютно она иммунолог, она, так сказать, знает она в сотни раз больше, чем просто врачи какие-то, это потомственные причем, и, в общем, посмотрите, ладно, не буду я говорить, так, Т-лимфоциты, те самые известные, так вот, это данные клетки непосредственно участвуют в распознавании, уничтожении чужеродных, собственных опухолевых клеток, то есть, либо чужеродных, попавших извне, либо перерожденных опухолевых клеток, это, так сказать, Т-киллеры, да, из них формируются такие вот, значит, из Т-лимфоцитов, кроме того, они реагируют, так сказать, на деятельность других иммунных клеток системы, они могут усиливать, это уже так называемые, Т-хелперы называются, или ослабляя, они могут еще ослаблять действия других, например, в таком случае они являются Т-супрессорами, и вот регулируют иммунные реакции, в зависимости от надобности. Так, я тут, наверное, знаете, что все-таки это очень важно, и вам, наверное, скажу сейчас одну секундочку, кое-что еще о вот этих Т-лимфоцитах, наверное, хотя, да, наверное, стоит сказать, знаете, что вот это очень важный момент, сейчас я вам поясню, значит, вместе с макрофагами, тем более, когда мы недавно с вами их вот разобрали, по памяти свежей, что называется, чтобы вы этот момент такой тоже имели в виду, Т-лимфоциты, они вступают в такую, ну, общую комплексную схватку, это и есть сложная иммунная работа организма, значит, я про них вам только вот что скажу, чтобы вы представили, где они, они, во-первых, развиваются, вилочковые, это зобная железа, вот там они в основном живут, синтезируются, они принимают информацию, вот Т-лимфоциты, полученную как раз макрофагами, от кого? От чужеродных клеток, попавших к нам в организм, от тех самых антигенов, они распознают, я имею в виду Т-лимфоциты, природу этих антигенов клеток чужеродных, затем они приводят в готовность, так сказать, ну, особые такие клетки Т-лимфоциты, которые называются, я уже говорил об этом, киллеры, Т-лимфоциты-киллеры, и вот тогда вот эти так называемые войска, быстро увеличиваясь в больших размерах, принимая информацию, собранную макрофагами, ну, чтобы точно распознать чужеродные клетки враги, на наличии, так сказать, к чем их уничтожать, так вот, ну, поэтому действительно, это можно сказать работа мозга, это второй мозг, поэтому иммунная система, это по праву называется вторым мозгом нашим, видите, как все сложно и слаженно, просто на самом деле, в природе-то ничего нет сложного, но тем не менее, и вот, уже вот этот самый антиген, это что такое, это частичка вот этой собранной информации, антигены находятся на поверхности, и несут определенную информацию, вот этих вирусов, ну, сложных белковых, среди раковых клеток, это все белковая природа, понятно, микроорганизмов там и так далее, так вот, другими словами, Т-лимфоциты реагируют на антиген, вырабатывают особые вещества, например, какие? Цитокины, например, интерлекин-2, например, которые стимулируют вот эти самые, значит, такие атаки, реагируют на смену информации с помощью сложного набора иммунных клеток, да, включая вот тех же самых макрофагов, ну, и активизируемые вот эти Т-лимфоциты, макрофаг уже двигаются, уже на большой скорости, с большой энергией, развивается такая большая высокая активность против, в том числе, опухолевых клеток, в разных совершенно тканях, органах, ну, соответственно, вот что и должно быть, вот это примерно так, ну, есть еще НК-киллеры, НК, извините, ну, да, в общем-то, это по-другому они называются, натуральные киллеры, ну, по-английски НК-аббревиатура, основой этих, так сказать, функций является уничтожение опухолевых клеток собственного организма, а также как раз зараженных клеток вирусами различными, то есть вот так, ну, вот теперь, значит, что еще важно тут сказать, что в результате анализа крови показатели этих подгрупп записываются в процентах по отношению к общему количеству лейкоцитов. Значит, какие могут быть причины отклонения от норм? Так, сейчас я посмотрю, ну, вот макрофаги, да, вот можете их посмотреть, кстати, очень качественные такие хорошие картинки, ну, вот тут видно слева сверху, как макрофаг поглощает бактерию, потом лизирует ее, вот видно уже, значит, ну, вот представьте, что этот купол может состоять из многих макрофагов, справа картинка, и они обволакивают большое количество клеток сразу, так сказать, вот тот процесс, о котором я вам говорил, да, так вот, смотрите, при диагноз, вообще на диагностическое значение имеет не только вот процентное отношение от нормы каких-то групп лейкоцитов, но также отклонение от нормы общего количества всех лейкоцитов. Есть возрастные нормы лейкоцитов в крови, безусловно, кстати, в отличие от показателей красной крови, да, где норма после, там, ну, например, начала менструального цикла, например, у женщин, да, отличается от мужской, да, ну, понятно, то нормы лейкоцитов зависят только от возраста, ну, то, что принято в медицине по табличкам, это реферальное значение, норма, нормативов, только от возраста, и не зависят от пола, поэтому, там есть значение, например, у взрослых старше 16 лет, это 4-6 единиц, расшифровывать ничего не буду, ну, этого и не нужно вам знать, просто, собственно говоря, при любых анализах вообще есть вот в колонке, есть определенная колонка нормы, и надо знать, отклоняется в большую или меньшую сторону, правда просто, ну, тем не менее, я что-то поясню, ну, например, там, вот у детей, например, у новорожденных это там 10-30, например, 2 недели ребеночку, там, 8,5-14 норма, 6 месяцев 2 года, вот может быть, от 6,5 до 11,2, примерно так, ну, и уже, вот, например, 6-10 лет, 4,5-13,5, ну, и примерно так же уже и до 16 лет, то есть там до 13, ну, и вы дальше сможете самостоятельно уже понять, разобраться, да, зная нормы лейкоцитов, можно понять причины отклонения от нормы, да, то есть почему это может быть, ну, например, состояние, при котором количество лейкоцитов в анализе крови будет выше нормы, называется лейкоцитоз, кстати, он может быть еще и пищевым, есть такое понятие, наверное, если вы знакомы с такими авторами, как Шимшук, там, да и не только, в общем-то, и Гонян с многими, так сказать, врачами, биохимиками, кто понимает все-таки биохимии что-то, пищевой лейкоцитоз, это реакция на вареную любую пищу, потому что в природе этого нет, и нашими вот этими в геноме, ну, и в программе, в матрице, если хотите, в нашей, да, не заложена возможность в полной мере разбирать, переваривать эту пищу, хотя, конечно, это происходит, правда, не без помощи, не только наших внутренних сил, там, желудочный сок, там, понятно, фермент фипсин в желудке, а дальше, там, три фермента, выделяемые поджелудочной железой, через общий, потом уже, сначала танкреатический, а дальше общий желудочный проток в 12-перстную кишку, не только, а благодаря очень сложным процессам в пищеварительной системе, в частности, есть и пристеночное пищеварение, есть свои гормоны и ферменты, которые выделяются в оболочках и ворсинках разных участках пищевода, кстати, тут стоит, кто захочет подробно изучить, тут и уголевая академика труда можно почитать, да, и пристеночном пищеварении, там много всего интересного, то есть сложнее все, чем мы учили в школах и в институтах, когда-то ранее происходит, вот, я вас рекомендую, я вас отсылаю к своей, одной из лекций по системе пищеварения, есть такая лекция, и найдете ее у меня тоже, так сказать, в блоге, посмотрите, там я подробно начинаю от ротовой полости разбираю, ну, как говорится, до прямой кишки все, все как процессы происходят, и так далее, так, хорошо, но лейкоцитоз, давайте мы с вами разберем сейчас, он может вот именно даже и у относительно здоровых людей наблюдаться, например, а физиологический лейкоцитоз, ну, с буквой О начинается, О физиологический, да, он, например, может после серьезных физических нагрузок, после серьезных стрессов, эмоциональных перегрузок возникать, а также, кстати, у беременных, ну, у женщин в первом, втором триместре беременности вполне может это быть, ну, конечно, это очень сильно и от питания зависит, хотя и вот от этих факторов так же. Случаи же, если ничего подобного во время анализа крови не было, то тогда вот этих факторов не было, да, то есть не беременных, не сильных стрессов не было, то следует задуматься, значит, что может быть причиной. Как правило, рост лейкоцитов в повышенное количество говорит о бактериальной или вирусной инфекции, о каких-то вот аллергических реакциях, соответственно, то есть, ну, и так далее, и так далее. Ну, и, кстати, когда идут какие-то некротические процессы, омертлеющие собственные клетки, ну, это когда, знаете, тяжелые травмы, там, какие-то послеоперационные швы, там идет, вот, обморожение тканей, инфаркты какие-то, то есть, когда большое количество клеток отторгается, разрушается и выводится из организма. Ну, и при онкозаболеваниях также, это как маркер, надо задуматься, изучать, в чем же может быть дело, пересдать анализы, там, через какой-то ремипр. При более детальном рассмотрении, значит, можно понять, какая именно подгруппа лейкоцитов привела к росту показателей. И вот в таком случае говорят, соответственно, о нитрофильном, например, эозинофильном и так далее, лейкоцитозе. Ну, вот те пять групп, что мы говорили. Вот тогда уже более подробно специалист может посмотреть. Так, если лейкоциты в крови понижены, вот, если они понижены, так, сейчас давайте мы с вами, ну, это мы позже разберем, пока пусть будут, останемся с вами на макрофагах по картинке. А я пока скажу, значит, вот если лейкоциты понижены, что тогда? Значит, состояние, при котором вот в крови наблюдаются, понятно, низкие нормы, и это называется лейкоцитопения, такое заболевание, состояние. Это опасное состояние, потому что, да, оно должно моментально быть понятым, причина, и надо быстро лечить в короткие сроки. Почему? Потому что при пониженном содержании лейкоцитов, значит, иммунитет уже снижен, неактивен, и не справляется с возможными инфекционными заболеваниями, а при выраженном таком снижении сильном, ну, это даже легкий насморк может стать причиной серьезных осложнений вплоть до смерти. поэтому это вот важно понимать. Ну, особенно, когда постоянно усталость, слабость, так сказать, вообще вот полная вялость, стоит сдать анализ крови, посмотреть в том числе не понижены ли лейкоциты. Значит, если понижены, речь идет в основном о трех причинах. Первый, это недостаток питательных веществ, необходимый для создания новых клеток, или невозможность, ну, как бы, усвоить испытание. Бывает, что человек ест вроде бы много, и даже правильные вещи порой. А он очень сильно худеет, у него страшная усталость, у него низкое КПД усвоение этой пищи по каким-то причинам, которые надо изучать, они могут быть разные, но тем не менее, это сразу понятно. Значит, еще причина. Тяжелые заболевания, например, в борьбе с которыми погибают огромное количество лейкоцитов. Разумно, тогда действительно их тоже не успевает организм создавать новые, либо очень сильно резервы истощенные организмы, и тогда большое количество новых надо создать, а если еще и питательных веществ на это не хватает, энергии, вот, это вторая причина. Значит, какие-то могут идти процессы, которые мы не знаем, надо сразу изучить подробнее. Потом, еще может быть причина поражения костного мозга, ну, как единственного того самого органа, в котором создаются все подгруппы лейкоцитов, те самые все подгруппы, да? Так вот, если уж так подвести итог, ну, что же такое лейкоцит, в общем-то? Ну, это белые кровяные клетки, которые образуются в красном костном мозге из стволовых клеток, это формулировку сделаем с вами, а дозревают уже в лимфатических узлах, кстати, поэтому, я и говорю, это наша очень важная лимфатическая система, она же и часть иммунной системы, часть, и она же выделительная, выводящая система основная, как бы канализация нашего организма, и барьерная функция. Так вот, ну, еще в тимусе, в вилочковой железе, да, они дозревают. Хорошо. И я, пожалуй, вам еще о очень важных, значит, скажу, лейкоцитах, чуть поподробнее о нейтрофилах, но постараюсь быстро, тем не менее, это очень важно. Это наиболее, поскольку это многочисленная группа клеток, белой крови, да, лейкоциты, основная задача является уничтожение болезнетворных бактерий в клетках, тканях. Ну, так вот, совсем просто, чтобы встречаясь с этими антигенами, вот эти нейтрофилы, как я уже говорил, нейтрализуют, поглощают путем фагоцитоза, расщепляют внутри себя, лизируют и погибают. Образуется вот этот самый гной, поэтому, когда идут воспалительные процессы где-нибудь в верхней части, так сказать, там у нас связанные с аденоидами, с миндалинами, с какими-то процессами, органов проблем дыхательных путей могут, вот у детей сопли, это вот все как раз действия нейтрофилов, которые что-то нейтрализуют, какую-то инфекцию. Очаги воспалительные могут быть где угодно, те же стафилококи, стептококи, пожалуйста. Значит, они имеют 6 стадий созревания, значит, ну, об этом, давайте я говорить не буду, это уже, так сказать, а то мы не успеем о многом другом. В общем, любой клетке, это надо знать, иммунной, надо успеть созреть, на это время нужно, поэтому, безусловно, иногда, и действительно, болезнь берет вверх, сначала и температура, и прочее, дальше человек, в зависимости от действия его, правильных, неправильных, может привести к тому, что быстро можно избавиться от высокой температуры, хотя это не сразу надо делать, от нагноения, вывести яд и токсин из организма, собственно, об этом я вам расскажу, потому что у нас тема, как вот буквально грипп любой, там, за несколько часов при нем, при очень высоких температурах, снизить, и быстро за считанные дни побороть, ну, об этом тоже поговорим, так вот, норма лейкоцита в крови, как у других клеток белой крови, у женщин и у мужчин, условно, она одинаковая, колебания зависят, исключительно от возраста, ясно, теперь, если повышены нейтрофилы, о чем это говорит, состояние крови, вот если в них количество высокое, нейтрофил называется, соответственно, нейтрофилией, теперь, причины нейтрофилии, высоких содержаний нейтрофил, о чем это говорит, ну, о острых, бактериальных, каких-то вирусных, воспалительных инфекциях, потом, при выраженном сильном нейтрофилиозе, значит, это абсцессы могут быть какие-то, сильные лоры, инфекции, пневмонии, туберкулез, может быть ангина гнойная, вот ангина серьезная, пилонефрит может быть, то есть тут иногда и почки надо проверять, да, потом, ну, это если локализованные, вот то, что я сейчас называл, а если они, значит, серьезные, такие, вот, например, как вызванные какими-то, при тяжелом, да, повышенном количестве нейтрофилов, например, показатель, а это могут быть сепсисы, перитониты, тяжелые инфекции, холера, скарлатина, ну, они тогда называются генерализованные, такой подтип, значит, некоторые процессы, например, кстати, инфаркт, миокарда, инсульт, гангрена, например, какие-нибудь, вакцинация, кстати, недавняя, вот тоже может показывать, что их много, то, естественно, как иммунный ответ, интоксикация какая-то серьезная, например, которая влияет, кстати, вот на костный мозг, в первую очередь, а какая это может быть интоксикация? Алкогольная, любые дозы алкоголя опасны для иммунной системы, любые, например, с винцом, тяжелыми металлами, другими, какими хлористыми, фтористыми соединениями, может быть интоксикация бактериальными токсинами, может, конечно, да, они погибают, если, когда борется иммунная система, образуются гнойные токсины, вот ими может быть повреждены, конечно же, и при плохой выделительной работающей системе, любой, тоже, этот показатель увеличивается, ну, понятно, тут потребуется вычислить абсолютное значение показателя, то есть суммировать проценты всех показателей нейтрофильной группы, это как раз такие, как, например, мелоциды, например, и прочие, ну, специалисты это знают, и определить полученную долю от общего количества лейкоцидов, в результате получается такое некое количество клеток, по формуле, там умноженное на 10, не важно, и дальше смотрим, если умеренное, это там показатель, например, 10, от 10 до 20, выраженный нейтрофильоз, и тяжелый, там, более 20, и там 50, 60, вот, для чего ее важно понять, определить, чтобы определить интенсивность вот этого предполагаемого заболевания, стадии и так далее, значит, бывает так, что повышенные нейтрофилы, как вариант условной нормы, ну, когда нет патологии серьезной, говорит вот о чем, например, повышенное количество нейтрофилов до, ну, скажем так, 8, и так далее, да, значит, на фоне нормального остального анализа крови, отсутствия любого симптома из вышеперечисленных тех или иных болезней, может считаться как бы условной нормой, но рост показатель, вот этот обусловлен, может быть, недавно перенесенный, в данном случае, тяжелой психической, тогда какой-то травмы, физической серьезной нагрузки, или неправильным питанием, особенно так называемым комплексным обедом, когда первый, второй и компот, то есть каждый день человек надругается над своей иммунной системой, и вот эти лейкоциты, просто фактически, грубо скажу, уже в желудочно-кишечном тракте обволакивают стенки кишечника, чтобы не дать сосаться этим невоспринимаемым организмом, как питательные компоненты, продуктам, ну, собственно, идет такая вот борьба. Вот так мы живем. Так, ну и, конечно, при беременности ясно, я уже говорил, значит, если понижены нейтрофилы, то несколько причин низких может быть, огромное количество, например, болезнетворного агента, какого-то, агроб, когда все они ушли, и их не хватает, то есть погибло их очень много, на борьбу ушло, истощение резервов костного мозга, то есть выработать невозможно большого количества этих нейтрофилов и питательных веществ не хватает, ну и массовое разрушение вот в результате какой-то, ну, болезни крови, например, да, то есть онкологии, в том числе серьезной какой-то. Так, значит, а причины таком, ну, что называется, как это выглядит, может, тяжелые заболевания, серьезные заболевания, такие, как бактериальный ТИФ, например, там, бруцеллез, например, кстати, да, вот, тяжелые вирусные заболевания, значит, например, корь, краснуха, грипп, там, разные тяжелые гепатиты, то есть, естественно, по причине поражения костного мозга, да, вот тут расшифровать стоит, но, например, радиационные было облучения, лучевая терапия у человека или химиотерапия, то тогда, естественно, на это так и будет уменьшенное количество, вообще страшное дело, конечно, химиотерапия, если онкология у кого-то, ну, то есть, это вначале имеет смысл, может быть, даже, но потом, я подробно рассказывал по лекции онкологии, сейчас не буду повторяться, там посмотрите, если будет интересно кому-то, ну, и группа, еще одна причина, вот проблемы с кровью, если, то есть, это лейкоз, если анемия, например, апластическая, или дефицит B12, кстати, и еще B9, фолиевой кислоты, то тоже могут быть пониженные нейтрофилы, то есть, например, сдали анализ, но вроде все в порядке, никаких нет, но может быть дефицит B12, да, может быть, допустим, и при этом, такой маркерный показатель, да, вот, ну, и тоже есть степень, так сказать, ладно, об этом мы не будем говорить, теперь давайте посмотрим, есть, конечно, очень интересные, редкие заболевания, например, нейтропиния космона, например, врожденная, такой, считается, что их наследственно, такой, от условно-рецессивных заболеваний, при котором, там, ребенок, вот, могут вообще у ребенка отсутствовать нейтрофилы, и он тогда не защищен вообще от бактерий, и огромная склонность к постоянным, так сказать, инфекционным заболеваниям, у таких детей, кстати, огромное количество гнойников на коже, так сказать, на теле, от постоянных, там, пневмоний, это очень тяжелые заболевания, с высоким уровнем смертности, даже в младенчестве и так далее, есть такие, есть другие, в общем, об этом говорить не будем. Так, ну, теперь, значит, что у нас там, так, значит, про моноциты мы с вами поговорили, про макрофага поговорили, вот, и давайте теперь посмотрим, вкратце я скажу немножко о гепатитах, ну, понятно, я уже сегодня об этом говорил, гепатит А, есть ВС, значит, серьезные заболевания, они касаются печени, поэтому мы, на картинке я здесь и видим, вот печень пораженную, клетки гепатоциты, те самые маленькие уникальные фильтры, ну, разрушаются, замещаются фиброзной тканью, причин разрушения много, в частности, вот как раз вирусы, но в здоровом организме они, конечно, будут побеждены, в слабом, ослабленные неправильным питанием, высоким содержанием в пище, крахмала в вареных, я имею в виду макароны, там, хлеббулочные изделия, рис вареный и картошка, это очень крахмалистые вещества, это клей фактически, который как раз уничтожает печень очень сильно, ну, печень не будет болеть еще и вообще беспокоить себя, пока она хотя бы на 25-30% живая, в общем, смотрите мою лекцию подробно, я там все и гепатиты разбираю, и другие причины любых проблем с печенью, и первопричины, и питанию подробно, это вот мою лекцию о печени любую, посмотрите, так, эти болезни, разумеется, лечатся, кстати, считается, что гепатит С неизлечим, но даже в ЦКБ он был экспериментально излечен, и клиническое выздоровление было в стопроцентной группе, когда они ввели в рацион, так сказать, сок, ой, извините, сок проростки, расторопшин, это уникальное гепатопротекторное средство, живые семена расторопшину, или вот сухие молотые, там есть другой вариант применения, значит, ну, в идеале, конечно, тут и другие меры должны быть приняты, очень полезные грибы, лисички, только не вареные, а сырые, разумеется, кстати, в них содержится, в лисичках живых, хиномонозы, такое вещество, которое разрушает даже оболочки яиц, гельминтов, многих видов, и даже, кстати, справляется с лимблиозом, в отличие от проклятой химии, как раз печень не только не будет разрушаться, а будут клетки печени гепатоциты восстанавливаться, ну, могу подробнее потом про это рассказать, значит, так, далее, ну, говоря о вирусах гриппа, ОРВИ, что я вам скажу вкратце, значит, недавно, относительно недавно, я записал ролик, моя семья, ну, подцепила вот это вот в школе, старшая дочь подцепила грипп, вот этот тот самый свиной последний, который, так сказать, сильно влияет на легкие, да, но я не хочу подробно рассказывать, потому что я, это минута там 40-50 ролик, он в открытом доступе, найдете у меня, увидите, я рассказал, как мы вылечились за считанные дни, там температура была у старшей 39,6, и через полтора часа уже 36,6, ну, и, конечно, в течение полутора-двух дней буквально все, она уже просто идеальное состояние, вот, и никаких, разумеется, последствий, младшей вообще не заразилась, значит, что мы применяли, я могу вам рассказать, если будет интересно, в конце спросите, или же посмотрите, там я комплексную методику полную, просто рассказываю, там применение было и коллоидного серебра, это ведь серебро в ионной форме, это мощные антивирусные средства, но, конечно, этого недостаточно, грибные вещества, полисахариды определенные, например, из гриба шитаки, веселка, они являются мощнейшими противовирусными средствами, в больших количествах, ну, относительно, то есть взрослую дозу, детям, там можно и превышать в разы, это не страшно, просто смысла нет, вот, давалось, естественно, небольшой такой день, условный, назовем это, как это назвать, нельзя голоданием, так сказать, день, да, обязательно, очищение кишечника, то есть, это методика, когда применяется магнезия, пьется много воды, человека проносят, причем вода с коллоидным серебром в больших дозах, потом кружка эсмарха, ну, и, соответственно, это моментально от температуры снимается, потому что интоксикация уходит, воздействие активное, через активную теплую воду с серебром идет, грибные препараты действуют, кстати, очень серьезным образом, вообще антивирусные свойства грибов являются более сильными, чем свойства многих растений, и тем более, чем химические препараты, ну, тут вообще сравнивать нельзя, то есть, это, там практически один вред, а пользы никакой, то есть, иммунитет только может побороть, вот, вот то, о чем я вам говорил, но дело в том, что, например, такие вещества, а нет, давайте я вам лучше в связи, вот, как этот механизм происходит, расскажу чуть позже, чуть позже, а пока посмотрим, значит, потому что мы все об одном, как бы, говорим комплексно, вот, о папилломах, ну, все вы их, видели, у многих они есть, вот у кого-то классический вариант такой, в общем, образуется часто в местах, где человек часто потеет, вот то, что прижато, одежды, ну, это шея, это вот подмышками, паховые места, ну, и вот бывают такие разные типы, уже серьезные, такие перерожденные папилломы, значит, это вещь такая нешуточная, на самом деле, значит, это онкогенный фактор, и по крайней мере, он говорит о, первая такая вот, ну, предупреждающая идет сигнал, что не все в организме хорошо, что это может быть годами ничего страшного не будет, а может развиться и вонкопроцесс, вот, поэтому удалять их внешне бессмысленно, то есть, ну, понимаете, это процесс идет внутри организма, а удалять снаружи, это же, ну, как страус в голову в песок, вроде как не видно, но это глупо, правда, вот поэтому, поэтому это нерациональный, неправильный подход, хорошо, кстати, папиллома, вирус папилломатоза, очень хорошо лечится, например, грибом шитаки, но только сразу, давайте так, дорогие друзья, скажу, то, что продается в магазинах, вот, выращенное из штаммов, селекционным путем полученных, американцев там, или каким-то иных штаммов, продаваемых в магазинах, фермерами выращиваем, никакого отношения к лечебным шитаке, разумеется, не имеет, это сложный процесс, это особый вид шитаки идет для этого, штамм, значит, выращивают их по-особому, там, на каштанных полениях, но я рассказывал про это как раз про онкологика, так вот, иногда бывает, что месяца, иногда, ну, до двух хватает, что при интенсивном хорошем курсе, комбинируя порошок водорастворимый, он самый эффективный, содержит практически стопроцентный вот этот вот полисахарид лентинан, который называется, кстати, который заставляет иммунные клетки выделять перфорин, такой фермент, который, кстати, разрушает, вот я про него сегодня в начале говорил, раковые клетки, он перфорирует, как бы дырки делает, нехе, раковые клетки погибают, и борется с вирусами, очень активные компоненты, поэтому, в частности, бывает, что полтора-два месяца попеломы просто сами отпадают, а если они сами отпадают, то как раз это говорит о том, что внутренние процессы, которые к этому привели, пришли в норму, и побежден этот вирус, по крайней мере. Так, вот давайте посмотрим про другой известный вирус, это цитомегаловирус, он считается тоже онкогенным, вот его как бы строение, вот тут даже показано, что он очень опасен, потому что даже через барьер защитный в организме матери, через плаценту проникает, и уже поражает ребенка, поэтому очень важно, готовясь к беременности, в идеале провериться, сдать анализы, исследовать нет ли цитомегаловируса, в том числе его нужно уничтожить, ну по крайней мере довести его до реферально-минимальных значений, укрепить иммунитет, подготовиться и тогда, так сказать, вот чтобы не было опасений, все-таки каких-то патологий. Это очень серьезный момент, который надо понимать. Цитомегаловирус мега крупный, то есть он внутриклеточный, крупный вирус особый такой, он тоже вот онкогенный, я говорил сегодня вначале, к чему это может приводить, к каким патологиям. Так, вещи серьезные. Ну, кстати, вот, например, единственным фактором официальной наукой, подтвержденного влияния которого на развитие, например, лимфомы, например, так называемая лимфома Ходшина, было доказано, что вот именно вирус, например, ну, про него тоже стоит сказать, типа Штейнбара, да, он относится, в общем-то, к группе, к семейству герпуса вирусов, вот, вирус поражает преимущественно как раз те самые бета-лимфоциты, о которых мы говорили, приводя к их усиленному делению и разрушению, ослабеванию, а потом разрушению. ДНК вируса, вот этого, обнаружено в ядрах опухолевых клеток, ну, больше чем у половины пациентов вот с как раз болезнью Кошкина, что подтверждает как раз участие, по крайней мере, в опухолевом перерождении лимфоцитов, а эта болезнь как раз связана с перерождением, и тогда это вот очень серьезное, конечно, вот лимфограммовоматоз там, да, это то, что как раз относится к лимфатической системе и идет перерождение бета-лимфоцитов, то есть уже хочешь не хочешь, а лимфатическая и иммунная система не справляется, это серьезная вещь. Очень серьезная. Так, сейчас я вам покажу, давайте перейдем с вами, пожалуй, поговорим еще немного о, вот о чем, вот тут подробно на схеме, говоря о спиде, ну, как о нем не поговорить, поскольку все знают, что это вирус, иммунодефицит от человека, ВИЧ, вот, значит, показаны вот те самые обозначения, значит, то есть, как, состоит, как, значит, какие белки, наружная оболочка, вот все тут указано, разобрано, как происходит процесс, что вирус формирует, например, свою копию, дальше идет вот, тоже, значит, перестают вырабатываться антитела, так реагируют, вообще на самом деле, вот те самые Т-лимфоциты, при вирусе, как бы, вот если считать, что он существует, вирус, потому что некоторые считают, что не существует, я об этом сейчас расскажу, вирус как раз спида, так вот, разрушают Т-лимфоциты тоже, разрушаются, гибнут, они перестают отдавать команду, уже в этой сложной цепочке иммунной реакции, защитным другим клеткам организма, и, соответственно, вот эти Т-киллеры клетки не работают, ну и вирус спида процветает. На самом же деле, я тоже склонен относиться к этой болезни, как к просто уничтожению полному иммунитета, и всего лишь комплексное проявление различных вирусов и других состояний пограничных воспринимается наукой, как вот, собственно говоря, отдельная такая болезнь. На самом деле, я полагаю тоже, что это просто полный иммунодефицит, как раз вот, но тут есть спорные моменты, и не так это важно на самом деле. Важно то, что экспериментальным путем было исследовано, доказано давно, и японскими учеными, и американскими, что те же самые полисахариды, и фитонциды некоторые, которые содержатся в лечебных уникальных грибных препаратах, способствуют в лечении не только, например, папилломатоза вирусного, даже и так называемой спины, ну, по крайней мере, вот этого состояния полного иммунодефицита, потому что есть там вещества некоторые, которые заставляют синтезироваться и обучаться активно вот этим клеткам защитным нашим. Так, вообще, еще немного я скажу про то самое иммунодефицитное состояние, которым называют синдром приобретенного иммунодефицита, спид. Значит, ну, вообще, конечно, тут сразу колоссальные риски при таком состоянии, получив любые инфекции, например, вирус Эпштейн-Барретт, тот же, про который я сегодня коснулся тоже тогда, чтобы вот этот вот так называемый вирус иммунодефицита или комплексное вот это состояние, которое вызывает спид, ну, что мы называем спидом, развивается и поражает Т-лимфоциты и, соответственно, моментально снижается противоопухолея защита организма, и тут уже риск развития лимфомы того же Войхоцкина сильно повышен у таких людей групп с слабой деятельностью гнетенной иммунной системы и при лечении, значит, это важно опухолевых заболеваний понимать, поэтому главное тогда не облучать человека, хотя иногда, повторяю, это важно в первый раз, потому что потом иммунный ответ, полный резистентность, вернее, идет у онкоклеток уже, когда второе, третье облучение там уже бесполезно, там только убивается иммунитет окончательно, а, значит, химиотерапию, например, вот эти цитостатики, они уже не проникают в клетки раковые фактически, и, соответственно, их не убивают, зато убиваются соседние. Так, а в первое имеет смысл, а вот уже принять меры правильные, комплексные, это важно при любой болезни, в том числе, когда рассматривается вопрос питания, активного физической работы, активизации выделительных систем, подпитка организма всеми недостающими, теоретически, возможно, недостающими минералами, витаминами и так далее, но только, только натуральными, ни в коем случае не синтетическими, сделанные из нефти, а натуральной природой данные. Так, теперь, ну а теперь, давайте серьезно разберемся, поговорим о герпесе. Ну, тут, вот, как бы это вам сказать, вот есть определенные заболевания, вот, это герпес, их очень много типов, давайте я включу сначала вот такую картинку, вирусные инфекции герпесный, стоматит детский, и расскажу вам, потому что вот тут многое, не понимание, путанец, а мы сейчас с вами разберемся, вы все это будете знать. Значит, вот, наиболее, такое часто, вот первичное, повторное заражение герпесом происходит при, это в общем, я вам сначала расскажу, вообще при прямом контакте, и при чем, это может быть через предметы гигиены, обиходы, да, там, через непромытые ручки дверные, туалетные, так сказать, которые я, кстати, советую спиртом протирать, хоть вообще периодически это правильно, ну, я просто не сторонник хлорки и всякой страшной химии токсичной, поэтому спирт идеален в этом случае. Вот, воздушно-капельным путем, безусловно, генитальным, понятно, там, и прочим, и прочим, да, через переливание крови, попадание в организм вирус, сохраняется пожизненно, знаете это, в латентной, хотя бы скрытой форме, заторможенной, но пожизненно, а в окружающей среде, он может существовать, ну, скажем так, при определенной влажности, температуре, не более 24 часов, то есть, в принципе, хорошая гигиена, если там двое суток никого нет, то он, в принципе, погибает, тем более при там проветривании, обеззараживании озонаторами, допустим, там, да, воздушными, вот, но при низких показателях, там, температуры, это дольше гораздо может, ну, это при, например, там, 15 градусах, скажем там, при 10, так, пути проникновения вируса в организм, вот, например, мы говорим о простом сейчас герпесе 1-2 типа, он попадает через, как правило, микропорезы, какие-то травмы на слизистых оболочках, кожном покрове, значит, и он достигает, этот вирус, нервных клеток оседает в нервных сплетениях и будет ожидать момент активации, когда условия среды будут достаточными, нормальными для его развития, значит, благоприятными факторами, которые влияют на пробуждение спящего герпеса, это что? Это стрессы сильные, там, эмоциональные сильные возбуждения, расстройства, потом, бывает, что при ослабленном иммунитете, вот, достаточно менструации у женщин, тоже проявление может быть, как толчок, сильное переохлаждение организма, при том, что человек больно, потому что никогда холод, наоборот, закаливание хорошо, но при определенных, так сказать, болезнях, при слабом иммунитете, конечно, это может дать толчок, в том числе, к развитию спящих форм, вирусных инфекций, в том числе, значит, общее ослабление иммунитета, это главное, что надо понимать, да? Так вот, он направляется в этом случае куда? Обратно, откуда как бы пришел кожик, слизистый, повторно вызывая заболевание, то есть, он может быть залечен, как бы его нет, но он есть в вашем организме все равно, и может проявиться. Кстати, когда люди едят, понятно, продукты из супермаркетов, все эти там, не дай бог, газировки, чипсы и прочую гадость, печенье, и вообще чего нет в природе, дыша этим воздухом, прочее, ну, много факторов действует, ослабевает иммунитет, выделительная система не справляет с воедением этого всего из организма, там, хлористая вода еще к тому же, ну, понятно, это все влияет, безусловно, и многие виды герпуса, симптомы каждого, ну, они примерно одинаковые, внешние вот проявления, да, но есть отличия, мы говорим, так вот сначала заболевание может проявляться такой незначительной болью, зудом, жением, в тех местах, где будет высыпание, ну, вот чувствуется, что уже есть, иногда человек может жаловаться на общее недомогание, ну, в общем, это стадия такая быстрая, достаточно часов примерно 6, следующий этап, это покраснение, уплотнение кожи, слизистые через такой, ну, как бы нарыв, как вот, может быть, как в виде прыща такого, да, через день начинают сформироваться пузырики, вот тут уже вот именно пузырики, такие характерные, заполненные прозрачной жидкостью, мы увидим их на несколько фотографий, но даже вот тут не совсем прозрачная на языке, там она и не может быть абсолютно прозрачной, но мы видим эту ребенка здесь на фотографии. Так, и, значит, пузырики потом могут лопаться, на их месте язвочки появляются, они, конечно же, болезненные, понятно, что нервное окончание легко иннервируется, являются очагом инфекции. Теперь, ну, попасть уже туда может что угодно, и дальше могут быть просто грибковые инфекции и прочие такие серьезные. Теперь, через несколько дней язвы начинают заживляться, если все в порядке, образуются корочки, и люди их сковыривают часто вот так, значит, в углах рта, там, мы там сейчас посмотрим на фотографии, они такой, понятно, что, ну, это уже, больной уже не заразен, скажем так, в этой стадии, именно в этой. Значит, очень редко герпес проявляется лишь такими болями, без высыпаний, или, такой, болезненной сыпью, тоже такие крайние формы редко бывают, ну, бывают. Значит, виды герпеса, теперь давайте рассмотрим. Итак, первый это простой, у них вообще много разновидностей, 8 основных типов возбудителей болезни, то есть, они делятся так, герпес первого типа, второго, третьего и так далее, давайте быстренько разберем. Первого типа, группы относятся к герпесу на губах, а также сыпь на языке, не обе щеках. На месте вот этого развития инфекции наблюдаются отеки, покраснения, группы пузырей, о чем я говорил, и вот все, что это. Это, вот, например, при каких-то простудах, называют простуда вылезла, простуда не может вылезти, вылезти может при ослаблении иммунитета, вот те самые, например, вирусы, вот это да, может, конечно, активироваться. Хорошо, ясно, это понятно. Теперь второго типа, проявляется высыпанием как раз на половых органах, его еще называют генитальным, поэтому заражение происходит исключительно при половом контакте, значит, тут понятно, различают первичный и вторичный генитальный герпес, виды отличаются клиническими специфическими проявлениями, при контакте здорового человека с больным развивается первичный генитальный герпес, ну, это обильные высыпания на половых органах, лучше ухудшение общего вида и состояние человека, болями, жжением в пораженных местах, а вторичный генитальный герпес, он уже характеризуется вот такими рецидивами, которые могут обостряться не так, может, активно, но постоянно, так сказать, несколько раз в год. Так, герпес на теле, третий тип, это такой, это уже опоясывающий лишай, но давайте мы посмотрим на картинке поподробнее, вот мы видим здесь, что видно проявление герпеса, вот то, что я говорил первый, второй тип, а плюс ко всему, посмотрите, делает этот налет страшный, это еще и грибок кандида, то есть вторичное поражение, потому что иммунитет слабый, и грибки, и продукты, это мертвые вирусы, и грибки за ночь, это ведь часть лимфатической системы, огромная лимфатическая капиллярная сеть, языки, и, конечно, выносятся яды, токсины, и сразу говорит о чем? Плохо работает желудочно-кишечный тракт и печень, потому что не справляются, и идет инфекционные очаги еще есть, да, это сразу об этом говорит. Так, теперь вот, пожалуйста, вирусная инфекция губной, так называемая, вот, так сказать, здесь чуть-чуть видно, только пошла сыпь, тут уже вот эти корочки стадии, да, и вот разный вид, разные проявления. Так, а вот теперь мы дошли с вами до третьего герпеса, третьего типа, это опоясывающий лишай. Значит, давайте скажу сразу, вообще подробно, по разным лишаям, подробно по любым кожным заболеваниям, я все-таки сделал инфопродукт давно, я сегодня, кстати, его вам предложу, который называется лечение грибковых инфекций. Вот все, что связано с кожей, смотрите там, потому что вот нейродермит, там дерматиты, там различные любые кожные проблемы, там подробные методики лечения. Значит, ну, мы, конечно, с вами максимально все, что смогу, я расскажу, но это отдельная группа, огромная тема. Давайте вернемся вот к этому, хотя его там тоже разбирал, но поскольку мы говорим про вирусы, то опоясывающий лишай, и в этой связи мы, конечно, вкратце с вами разберем. Это третий тип герпеса. Значит, у детей он витриную оспу вызывает, ну, витрянка, у взрослых, там лет до 30-35, этот тип герпеса поражает, кстати, спинномозговые, черепные нервные волокна, это вот очень важно знать, потому что это не так, говорят, опасно для взрослых, да, опасно. Воспалительные процессы локализуются в местах прохождения больших нервов. Ну, кстати, вот часто, вот, например, видите, так боковая часть туловища может быть поражена, или там половина лица, вот. Ну, как правило, это месяц обострения, потом на местах вот воспаления образуется множество пузырьков, они опоясывают туловище, поэтому опоясывающие, как пояс такой, да, такими ремнями идет, как правило. Ну, отсюда название, понятно. Вот, поражение слизистых наблюдается редко при этом типе, все виды проявлений на теле характеризуются такими признаками головные, неврологические боли, высокая температура, общая слабость, зуджение. Значит, неприятные вот эти ощущения сохраняются весь период. Температура нормализуется с таким появлением кожной сыпи, вот это этапа развития этой болезни. Ну, а высыпание на теле симптом, вообще, который характеризован для всех видов герпеса, просто смотря где и как, да? Поэтому вот по данному виду ясно где. Значит, что касается облегчить состояние, ведь кожу, маш не маш, временно. Мази, которые гормональные, вообще, это очень опасные вещи, но мы убираем, то есть, мы что делаем, убираем? Внешнее проявление это попытка организма очиститься, понимаете? если убрать эту попытку, не помочь ему очиститься изнутри, через кишечник, а еще используя такую тяжелую химию и синтетические гормоны, мы закрываем еще одну возможность последнего организма очиститься, кожные покрыли. Поэтому здесь надо действовать по-другому. Например, очень хороши кремы на основе, в данном случае, допустим, мухомора, на основе того же гриба веселки иногда или шитаки. У всех это может быть по-разному, тут нужно комбинировать свое, найти вот такое действующее вещество в данный момент, особенно в комбинации со свечами теми же и, естественно, определенными можно травами, там процедуры очень много разных. Ну, я вот сегодня несколько раз уже говорю про грибы, я вам потом расскажу, дождетесь конца, спросите, если будет интересно, я объясню, так сказать, как можно, потому что вопрос серьезный, естественно, я должен ответить, как, где можно приобрести, что, чего, чтобы эффективно было и без подделок. Так, давайте поговорим еще о нескольких типах. Так вот, четвертый тип герпеса, кстати, или вирус, тот самый Эпштейн-Бара, про который я сегодня упоминал, провоцирует, например, развитие тяжелой ангины, вот эти гнойные ангины, это комплекс проблем, то есть, Эпштейн-Бара, плюс, например, какие-нибудь стафилококки могут быть и так далее, сопровождается увеличением лимфоузлов, как последствия, значит, основные симптомы такие, это боль в горле, слабость, головокружение бывает, недомогание, высокая температура, сохраняется, может быть, долго, если не лечить, или неправильно лечить, но очень характерная особенность на нёбных, миндальных, характерные такие пузыри, наполненные жидкостью, вот это герпес четвертого типа Эпштейн-Бара, значит, Эпштейн-Бара является, считается тоже онкогенным, серьезным вирусом. Теперь вирус пятого типа, это цитомегаловирус, о котором был, очень распространенная болезнь, поражает очень большое количество людей, он может пока без симптомов, надо до времени протекать, но тяжело поражает внутренние органы, центральную нервную систему, ну, конечно, заражение часто происходит половым путём, но также и использование в быту общих с больным предметом, поэтому гигиена должна быть жесточайшим, если кто-то в семье вдруг, так сказать, а другой членной семьи всё-таки не заразились, поэтому имейте в виду, значит, при родах происходит, я уже говорил, что с грудным молоком, там, через переливание крови, плаценту даже этот вирус передаётся, и ребёнку, и так сказать, потом, но если крепкий иммунитет у человека пока ещё, то вирус может быть в организме, но в малом количестве, он сохраняется в неактивном, латентном состоянии, а при любое ослабление иммунитет, если произойдёт, он начинает размножаться, и распространение инфекции пойдёт с поражением внутренних органов, таких как лёгкие, печень, почки, что очень важно, часто поражает, поджелудочную железу, это надо знать, тоже иметь в виду. Теперь, геркоз шестого типа, вот шестого типа, это тоже онкогенный, очень я про него часто в своих лекциях говорю, а тут поподробнее, он провоцирует развитие, например, лимфосаркомы, тяжёлого вида рака, лимфомы, например, ну и ещё, например, гемоцитобластов, допустим, такое заболевание, часто возникновение, так сказать, внешней вот эти, ну вот экземы, вот экземы бывают, что связаны именно с наличием и активно в больших количествах, значит, в организме имеющихся геркозен шестого типа. Так вот, он вызывает, например, такие заболевания, как, ну, внезапные, экзантема такой, это так называют детской розеолы такой, да, она проявляется в виде, знаете, болезни таких пятнистых, таких пятнистых сыпей, такой популёзный, такой папулы, такие образуют сыпь по всему телу, да, кстати, очень похоже, как при краснухе и коре, но всё-таки не такой, сыпь обычно держится вот нескольких часов до двух-трёх дней, ну и вот это надо понимать, это важная вещь. Так, и давайте разберём быстренько ещё седьмой тип, это синдром хронической усталости, я, кстати, про это делал отдельно, и у меня есть там информация, значит, разбирал подробно, но тем не менее, они сохраняются в организме даже вот прям с раннего детства, никак не проявляются под воздействием тех факторов разных снижения иммунитета, о чём я говорил, вот эти самые микроорганизмы активизируются, при этом количество лимфоцитов в крови может быть в норме, вот видите, как бывает, но из-за воздействия вирусов они не могут полноценно функционировать, и вот следствие человек постоянно испытывает усталость, даже после сна, которая может долгое время там быть, после отдыха, ну, кто стимуляторами каким-то кофе пользуется, вроде как это перебивает, понимание, что у него вроде как проходит, на самом деле вот нужно без всяких стимуляторов понять, казалось бы, после отдыха и то усталость, но такого быть, вот значит, скорее всего есть, ну, а бывает, что происходит нарушение сна со временем, поражение интеллекта, памяти, ну, и, естественно, излишняя раздражительность, может быть, депрессии наблюдаться, ну, и увеличение лимфатических узлов, вообще при этом тоже бывает, то есть, это общий иммунитет ослабевает очень сильно, тут необходимо организм подпитывать важными минералами и витаминами, я бы рекомендовал, например, вот, кстати, спирулину или хлореллу, особенно, конечно, спирулину дикую, потому что в лаборатории их же выращивают, добавляя минералы в воду, но это, сами понимаете, не то, хотя всего осталось в мире три озера, где эта уникальная водоросль одноклеточная, естественным путем живет, на естественном солнце, естественные минералы, она очень полезна, это просто кладезь витаминов, минералов, ну, разве что, кроме, наверное, B12 витамина, и то, и то, вы знаете, в чем идет спор, скорее всего, в дикой спирулине настоящей B12, которая в лабораториях получается, да, дело в том, что B12 всегда, витамин синтезируется, только бактериями, только и ничем другим, но в симбиозе водоросли могут обитать и с бактериями, но это вот бывает, и, конечно, это может быть только в природном состоянии, в естественной природе, вот в спирулине, так что вопрос, потому что испытания всегда, насколько я знаю, все испытания проводились все-таки на лабораторных культурах, а не на диких, но даже если B12 нет, все остальное есть, это уникальный кладезь, мы даже нашли специальный такой, долго искали шикарную вот эту вот спирулину, она у нас тоже, кстати, продается, ну, потому что многие знают, что один из видов деятельности – это биопродукты, и в частности, конечно, я все, что возможно по всему миру, вот важное, хорошее, качественное пытаюсь собирать, ну, потому что это очень важно для лечения людей, для укрепления иммунитета, ну, это вот, во-первых, потом, уникальная вещь – сок проростка в пшенице, вот это я рекомендую принимать по 30 миллилитров, сейчас многие кафе, такие коврики зеленые из пшеницы по 80 сантиметров, такие привозят, им поставляют, такие специальные фермы выращивают, потом их прям состригают ножничками при вас, ну, в кафе есть такие кафе, прокручивают через маленькие ручные, как правило, такие для эффекта соковыжималочки шнековой, сок по 30 миллилитров принимать надо до еды, минут за 15-20-30, можно и за 5, запивая теплой водой стаканчиком желательно, вот, а можно, если взрослый человек, там, от 60, там, 5-6, да, 60-50 килограмм тоже, можно 2 по 60, то есть по 30 миллилитров, 60 миллилитров выпить, запивая тоже водичкой, утром особенно это важно, ну, если еще днем, миллилитров в 30 великолепно вообще будет, энергии сразу прибавляется, там активные хлорофилы, это же функции кроветворения, тут ведь еще очень важно, вот, вообще, проблемы очень можно распознать по анализам крови, причем я всегда советую делать и общую биохимию, ну, если уж так иногда, да, чтобы проверить все, и гемосканирование на темнопольном микроскопе по капле крови, очень многие вещи можно увидеть, анализируя вместе эти все испытания, лабораторные показания, можно в организме многое сказать, и, к тому же, значит, это не так сложно провериться, это стоит сделать, и вот, в частности, я вам сразу отсылаю вас к моей лекции о кровеносной, и, я подчеркиваю, кроветворной системе, их можно разделить, хотя это взаимосвязанные, две системы, можно ее назвать одной, это две, я лекцию эту читал, она открыта, лежит, можете посмотреть, и получите там очень серьезную информацию, в том числе, о процессе кровотворения, это очень интересно, как из хлорофила гемоглобин синтезируется, теперь далее, именно так, я не ошибся, там будет интересно проверить, посмотрите, почему, ну, давайте разберем, восьмой тип, последний, главный, это восьмого типа, это только, да, и я не сказал, как вообще делается диагностика, абсолютно точная, на, вообще есть такой иммуноферментный анализ крови, вот этот иммуноферментный, конечно, медики могут предложить разные другие варианты, обследование на те же вирусы, но, иммуноферментный анализ, абсолютно точный метод, когда на антигены, вот такой, к этим антителам, четкие маркерные показатели, иммуноферментный анализ крови на антигены, значит, вот очень тех или иных заболеваний, вирус в частности, точный метод, делайте, определяйтесь, будет все понятно, так вот, восьмой тип, ну, это сложная такая, вот, его можно обнаружить, там, его ДНК, этого вируса, шестого типа, восьмого типа герпеса, такой, полимеразной, такой, цепной реакции сложной, основным показателем к обследованию является развитие саркома копоши, редкая эта форма, тем не менее, пересадка органов, если какая-то вдруг осуществляется, тут надо особо быть внимательным, если вдруг кому-то, мало ли, наличие лимфом, у ВИЧ-инфицированных, этот тип вируса, он обнаруживается, часто в предстательной железе, в клетке мочеполовой системы, кстати, что касается мочеполовой системы, я вообще отдельно когда-нибудь сделаю такую лекцию, передачу, или что по поводу, ну, разберу 5-6 основных видов грибковых, грибков, низших грибов, которые являются причинами, это абсолютно доказано, определенных форм рака и других очень тяжелых заболеваний, и как их лечить, тоже расскажу, но это будет потом, сейчас мы, потому что я вот, ну, хоть по грибковым и шел, но тут есть специфические, низшие грибки, то есть о них я отдельно сделаю. Так, значит, герпес у детей, вот мы поговорили, детский герпес разобрали, вот буквально в двух словах еще, да, ну, вот давайте вернемся, я прямо сейчас покажу вам, так, так, это папилломы, а детский, вот, допустим, да, вот те самые характерные, значит, в детском возрасте, те самые вот эти пузырьки с прозрачной жидкостью, формируются на теле ребенка, когда мы об этом, особенно вот этот носогубный треугольник, тот самый, слизистая рта, ну, и развивается, кстати, часто и как раз стоматит, вот эти ангины, губной герпес, вот это все как раз вот оттуда ноги растут. Недолечить, потом будут проблемы с печенью, желудочно-кишечным трактом, дальше уже могут быть, через там лет 20 развиваться, очень серьезные проблемы и поражения. Вот стоматит тот самый герпесный в основном возрасте там до 3 лет встречается, да, еще раз немножко просто акцентирую, вдруг чего-то вспомню еще важного, ценного. Внешне, внутренне применять препараты можно только натуральные средства, это только грибные препараты, травы, экстракты, мази разные, только на основе натуральных компонентов, а также очищение организма, и вот то самое коллоидное серебро здесь прекрасно себя покажет. Вот, и, естественно, нормализовать нормальное питание, особенно большое количество зелени, овощей, фрукты надо убирать временно, временно, значит, сладости минимум, потому что параллельно, как правило, с грибками идут, они очень любят сладости. Ну, и я сейчас буду касаться других тем, еще вам расскажу подробнее. Значит, что важно здесь еще? Очень важны некоторые витамины. Богатая как раз пища должна быть минералами, витаминами, но натуральными. Я имею в виду, начинают там брокколи, капусты, вот зеленые коктейли можно делать, где вот основа вода, брокколи, и там, допустим, укроп, петрушка, ну, руккола очень хороша. В общем, кстати, когда пойдут вот лето, там весна, дикоросы, например, такие как листья молодые, дуванчика, поддорожника, молодые листья березы, крапивы сныть, великолепная добавка, вот в эти зеленые коктейли, в салаты, и все равно это все надо очень долго жевать, даже если продукт из блендера переработанный, потому что во рту есть слюна амилаза, она вырабатывается в достаточном количестве при длительном жевании, и тем самым уже процесс пищеварения начат. А также идет сигнал поджелудочной железе, кстати, чтобы снять с нее нагрузку, что ей надо выработать меньше фермента, например, амилазы, той же самой, которая расщепляет углеводы, потому что, кстати, ну если пища у вас естественная, нормальная, растительная, а естественно, ну я надеюсь, вы разумные люди, кто меня сейчас вот слушает, и понимаете, что мышечные ткани животных, которые созданы для того, чтобы животное двигалось, для питания человека разумного, если он таковым является, который по своей всей анатомии, биохимии, морфологии, является чисто плодоядным существом, на высшем этапе эволюционного развития, который находится, но именно плоды растений, как самый высокий концентрат минералов, витаминов в природе, в первичной биомасте, скажем, которую продукценты, организмы растений создали в себе, благодаря сложным биохимическим процессам, а потом только передача энергии в пищевых цепях, и уменьшается, и пищевой ценности от первичных, вот этих самых растений, и продукцентов, а и самые богатые питательные компоненты у растений, это плоды, поэтому высшее звено, это как раз плодоедение, плоды, это дает нам все, плюс работа нашей кишечной, нормальной симбиотической микрофлоры, позволяет дополучить те недостающие вещества, если они есть из пищи, если, конечно, кишечная микрофлора работает нормально, а не так, как сейчас, ребёнок уже на материнском молоке, у него и сопли, и постоянно, так сказать, плачет, ну что это такое, это, значит, и есть проблемы, конечно, потому что материнским молоком тоже можно получить не только питательные вещества, необходимые нашему организму, но и гнойные токсины, яды, которые мать, в организме матери образуется в результате вот этих сложных процессов работы иммунной системы, если мама питается, по совету врачей, творогом, сыром, так сказать, молочными, да ещё и печень, чтобы больше железа, или там B12, что и со врачей неразумно советуют, B12, конечно, в печени много, потому что как раз для сложных биохимических процессов, идущих в печени в этой сложной лаборатории, этого витамина нужно много, он запасается там, в частности, но просто стоит, ну просто разумно на вещи посмотреть, ну а корова-то та же самая, или то самое, ну каких животных печень человек с дуру ест, она-то откуда взяла это B12, накопив в этом органе просто, как и у нас, печень накапливается, и у многих, а потому что работает кишечная микрофлора, и у нас она работает, и дело совершенно, не в строении желудка, или там, причем тут вообще желудок, речь идет про кишечную микрофлору, а то, что там всасывается, не всасывается, если 99,9% людей есть болезни, те или иные, о чем тут говорить, да и люди умирают, собственно, от болезней, а не от старости, ну хорошо, теперь вот про питание, если уж мы говорим о витаминах, а я обещал сегодня, в аннотации, то есть рассказать немного о витаминах, кстати, очень важны, ну конечно, для повышения, укрепления иммунитета, особенно если вот есть характерные признаки, продукты вот как раз должны быть богатые, кстати, те же самые витамин А, да, витамин Е, очень важны, значит, для укрепления иммунитета, особенно для состояния кожи, кстати, для кожи еще помимо витамина Е, очень важны, омега-3 жирные, полинасыщенные жирные кислоты, такой минерал, как сера, вот, и так далее. Это все есть в нормальной, естественной пище, конечно, речь только про проблему с минералами может идти, витамин А, каротина, да, значит, а вот именно с каротином, то есть проблем нет, а витамина может приводить, вот, смотрите, если есть в организме, ну, например, по какой-то причине, ну, например, знаете как, вот народы Крайнего Севера говорят, все в порядке, а вот очень часто у них наблюдаются болезни, когда они едят, если они едят печень там медведя, белых полярных, или там тюлени, то избыток каротина, получаемого организма, например, вот, может привести к проблемам определенным, есть известные эти болезни, они описаны, различные, вот, ну, собственно говоря, передозировки, как раз у них-то и замечались, часто, которые приводят к различным серьезным проблемам, но об этом я сейчас не хочу сказать, я хочу сказать, предупредить вас о главном, это передозировка, и вообще, что такое синтетические витамины, дело в том, что они, вещества, которые в основном повторяют формулу естественных витаминах, но они искусственные, они как бы замаскированы под натуральные, вроде бы структуры, та, но они не ведут себя в клетке, в организме, как естественные витамины, они не могут, они должны как бы технически как бы обработать программу, но это двойники вроде похожи, но, тем не менее, организм все равно будет испытывать дефицит, вот, но, тем не менее, временно они могут как бы заместить при сильном голодании витаминным, то есть, это сложный механизм такой, но постепенно они, в общем, они не могут строиться в полной мере в сложные геохимические связи, вот, теперь, значит, что я тут в этой связи хочу сказать, почему часто бывают аллергические реакции, в частности, а люди не понимают, ведут к врачам, а там врачи говорят, ну, это вот что-то и придумывают, сами не зная, почему, но что-то надо придумать, говорят, вот побейте, такие витамины, а потом еще, а у ребенка еще хуже аллергии, и у взрослых, вот, ну, тут, значит, это дело, конечно, в частности, аллергические реакции еще могут быть как раз на вот эту вот, такую вот агрессию со стороны синтетических витаминов, значит, они действительно опаснее, чем антибиотики в какой-то мере, ну, хотя бы в той, что они принимаются многими людьми на протяжении там многих месяцев или даже лет, постепенно они забивают почечные, например, канальцы, дело в том, что почки вообще для них перекачка воведение, а это вторичный второй фильтр нашего организма, первый печень, второй почки, почки на себя берут конечную утилизацию и большое количество синтетики вывести для них очень трудно, начинается как бы воспаление, перерождение этих клеток, вот, это же такое депо, оно постепенно забивается, ну, и вот, собственно говоря, значит, этот процесс от контроля выйдет и тогда будут большие проблемы, ну, значит, описаны эти механизмы подробно, как все происходит, вообще чужеродное вещество, чужеродное соединение, которое данный организм не может использовать для производства энергии, для построения себя, частиц тел своего, вот, это, оно так и называется, от греческого, ну, чужой, да, ксенос, и биос-жизни, ксенобиотики называются эти вещества, вообще, они были созданы человеком, природа их не создавала, ну, конечно, этот термин, вот, исторически закрепился как раз за химическими соединениями, которые вредят природе живой, вот, вот, вот этот механизм отслеживания чужиков можно обмануть временно в организме, однако, ненадолго все равно, вот, и вот эта система барьеров, препятствующая проникновение ксенобиотикам внутреннюю среду организма, она защищает вообще органы, да, наши, чтобы туда не попало. Первая защита стоит на уровне желудочно-кишечного тракта, потом уже дальше, это вообще такая развитая, сложная система защиты, вот, я говорю, что одна из главных задач защитить мозг, половые органы, железы внутренней секреции, но эта система обходит потихонечку, берет, так сказать, хитрость такую, я поясню сейчас как. Так вот, транспортные механизмы существуют, выделение, причем даже, несмотря на то, что в природе нет этих соединений, наш организм настолько уникален, что и ферментные системы наши, в общем, в частности, могут, они могут превращать эти ксенобиотики в соединения такие, менее токсичные, более легко выводимые из организма, но, тем не менее, системы при этом страдают, ресурс не безграничен, а на нас воздействуют, я подчеркиваю, каждый день разные факторы, очень серьезные, многоплановые. Ну, так вот, каждая клетка, она как бы одета в тончайшую жировую пленочку, липидную мембрану, она почти не, ну, как бы, непроницаемая для растворимых в воде веществ. Вот, более трудно, скажем, этим веществам преодолеть несколько таких слоев клеток, вот, но если вещества, которые как бы растворяются в жирах, в липидах, естественно, они могут преодолеть такой барьер. И вот роль в организме животных человека играет очень важная поэтому как раз эпителии различные, кожа начиная, а потом, значит, внутренние поверхности желудочки, шестракты эпителии, да, и так далее. Так вот, если это защитная система, но если все-таки вот этот синдбиотик прорвался в кровь, поступил, да, через слизистые, и наиболее важные, значит, в органах, особенно в центральной нервной системе, железах внутренней системы, его встречают защитные такие, ну, гистогематические такие барьеры уже, это, соответственно, тканевые, между тканью и кровью, это идет следующий защитный механизм. Ну, дальше я скажу вам, что существует еще несколько, и, значит, есть специальные транспортные клетки у нас, которые выводят, они граничат внутренней средой, опять-таки, во внутриклеточное пространство могут выводиться и продукты распада вот этих синдбиотиков, однако, значит, у нас вообще в мембранах имеются специальные белки, переносчики для этих целей, и вещества, многие, практически любые, могут удаляться, но, еще раз говорю, всему есть предел, и порой, особенно, кстати, даже сложные химические соединения человек порой может вывести из своего организма, естественно, путем, но есть сбой, когда человек наряду с воздействием разных факторов, а так независимых, вредных очень, еще и своим питанием, особенно безмерным употреблением животной пищи, приводит, вот именно, если еще и гнойные токсины, вот тогда эта система перегружена, но и не может в полной мере вывестись из организма эти вещества. Очень серьезная ферментная система находится в печени, в клетках печени, и не даром кровь из кишечника, в первую очередь, ну процентов сразу 80 примерно поступает напрямую к печени, потому что это очень уникальная наша лаборатория биохимическая, там как раз, кстати, даже печень, вы знаете, может обезвреживать очень серьезные вещества, например, полициклические ароматические углеводороды, они, кстати, вызывают рак в том числе, так сказать, как онкогенный фактор, и вот это, тем не менее, происходит, такие мощности, но если печень, вот представьте, как действительно в природе может быть вареные крахмалы, например, вот я уже про это говорил, или молочные продукты, потому что казино, вот этот тяжелый молочный белок, это тоже очень серьезный, в полной мере не разбирающийся белок, в полной мере, и поэтому забиваются тоже клетки печени, как бы заклеиваются, это же тоже, ну, фактически это клей, хорошо в старые времена известный такой столярный клей, вот это факторы очень серьезные, которые дополнительно играют здесь серьезную роль, так, ну и в общем, что я хочу сказать, значит, синтетический современный уровень загрязнения окружающей среды сделал свое дело, то есть сейчас иммунный ответ, сейчас скорость выведения ядов из организма современного человека, очень сильно ухудшилась, а вот в тканях накапливаются и не выводятся продукты вот этого метаболизма и в частности химические соединения, а если они не выводятся, возникают постепенно, могут возникать, вернее, вот эти самые мутации, так что надо иметь в виду, значит, я подробно когда-нибудь обязательно расскажу о витаминах, но давайте вот в двух словах, вот помните, нашумело в свое время вот витамин С вроде в больших дозах, тысячи миллиграмм минимум и даже больше, до 10 грамм в день там советовали и известный Лаймус Фоллинг, лауреат Нобелевской премии, там который вот за, в частности, за витамин С, там за его воздействие антиоксидантное получил, но на основе как бы приплетая его имя, хотя это после смерти было, там родственники дали, он сам не давал согласие, в общем, тоже надо отдать должное, однако известные компании, крупные мировые американские стали выпускать одна очень известная компания, препараты и вроде как вот прикрываясь то, что лауреат Нобелевской премии витамин С большой вред принесли на самом деле, просто действительно многие на это поддались, но вроде как витамины, витамин как и раз синтетический, несинтетический, однако, да, он и сам потреблял большие дозы, безусловно, как испытатель, как ученый, верящий в это, большие дозы этих витамина С и, кстати, я вам хочу так повече сказать, он умер от рака, его жена умерла от рака, ну, тем не менее, вот, потому что они, во-первых, все-таки огромная есть разница, я вот приводил много примеров, что структура, как бы формула может быть одна и та же, а, например, конфигурация, пространственная изомерация разная и левостороннее может быть вращение, от всего это зависит и, полагаю, есть что-то то, что не поддается простому биологическому вот такому биохимическому анализу, то есть информационная проблема, понимаете, то есть неживое, выдаваемое за живое, не может строиться сложнейшую цепочку сложных, живых биохимических процессов в организме, которые на уровне уже информации, даже не только генной, на уровне информации подходит свой-чужой или вот распознаются некое удаленном временном таком отрезке, то есть как бы действительно изначально идет информационная составляющая, некая голограмма, матрица по образу и подобию, как говорят, то есть и первичная информация, она всегда идеальна, она направлена на здоровье, поэтому, кстати, говорят, что генные генетические заболевания, их на самом деле очень мало, потому что, понимаете, многие генетические заболевания люди выдают, ученые, то есть они не понимают причины и говорят, это генетические, так легче сделать, сказать, чтобы не понимают, как они разбираются, но к сожалению, к сожалению, значит, а на самом деле в основном это образ жизни либо то, что передается с внутриутробным развития к плоду или с молоком матери, а дальше привычки, привычки пищевые, едят то те же продукты, эти продукты приводят уже к более серьезным проблемам, последствиям, я имею ввиду, те же вот яды, токсины накапливаются определенной выделительностью, тем работают хуже, а плюс еще время идет, цивилизация развивается, возникают какие-то новые факторы воздействия, ну, такие как сотовое следствие, мощные электромагнитные источники излучения, которые раньше не было, и все это влияет в том числе на эту информацию, на передачу информации, поэтому вот, но тем не менее, первично вот эта информационная матрица, она всегда направлена на здоровье, это однозначно, вот потому что изначальная информация, как мы говорим, там кто-то, религиозные люди двигают по образу, она, естественно, не может быть ошибочна, вот, и бывали случаи уникальные, когда у людей вырастали, некоторые там органы могли регистрировать, но это в идеальных условиях, и такое действительно было. так, ну, хорошо, значит, я еще раз говорю, что про синтетические подробные, вот витамины я когда-нибудь расскажу отдельно и подробно, пока же я хотел только предостеречь, никогда пищу, вот эта химическая промышленность не создаст, да, это дешево, да, поэтому все уши прожужжали, врачи имеют определенные проценты, откаты, рекомендуют те или иные фирмы, ну, или просто говорят, просто как обычный обыватель, зная там всякие названия у всех на слуху, вот попейте поливитамины, во-первых, витамины некоторые просто антагонистами являются друг другу, например, витамин тот же В12, витамин С, а мы постоянно, витамин С, витамин С, вам, кстати, тоже одна из причин недостатка В12, другие недостатки, те же паразиты, имеющиеся в организме, автоматический будет дефицит В12, плохо работающий, постоянно, из бактериоза, плохо работающий кишечная микрофлора, вот вам, пожалуйста, вот, а вот это, конечно, синтетическое безумие, ну, да, действительно, выработали химическим путем в начале прошлого века, в середине века уже активно потребляли, ну, и вот, это хорошо еще был когда-то натуральный, рыбий жир тот же, да, так сказать, и, а потом произошел вот эта вот революция, она началась в открытии, с открытия вообще Хопкинса, вот витамина С, вот, когда был синтезирован витамин, ну, и вот тогда вот ошеломили, так сказать, вроде бы его такой уникальной пользой, дальше стали, одна Нобелевская премия за другой пошла, ну, и вот эти витаминные мифы вошли просто в стереотип, массовое мощное производство, это мощнейшая промышленность, это колоссальные деньги, колоссальные, ну, представьте, какие глупости люди, вот, как говорили, да, там еще в 70-е годы, там сравнивали, сколько в одном горошке, там, какой-нибудь дрожжи, витамины, это 100 килограмм моркови или прочее, ну, что за глупость, и говорят, нам надо, мы не можем съесть 15 килограмм, а нам надо, там, того же витамина, который содержится, ну, что за глупость, конечно, дефицит будет, это должно быть, относиться вообще к лекарствам, и, если уж так говорить, а не свободно продаваться, там много проблем, очень много, ведь аллергия, это не просто, я говорю, это реакция на очень важные процессы, это когда уже иммунная система не справляется, там уже, они чужеродны всегда, потому что формулу не создать в продукте, как прополис, ну, вот, если есть какие-то высыпания внешние, очень многие виды герпеса, там, внешне можно успокоить, притушить, ослабить, настойкой прополиса, например, такой, делается, ну, в идеале, кэш-50% спиртовая настойка, это, значит, берется 100 грамм спирта, 100 грамм чистого прополиса, растворяется, дней 15, там, настаивается в темной посуде, каждый день, несколько раз в день стряхивается, осадок потом, значит, фильтруется, и образуется такое клейкообразное вещество, прям как клей, жидкий, конечно, такой клей, во-первых, если какие-то там, ссадины, царапины, ну, прекрасно, если даже анальные трещины какие-то, ну, значит, есть это и грибковые определенные поражения, беспокойство, это тоже очень сильно помогает, конечно, не лечит, то есть, проблема-то изнутри, но убирает симптомы и неприятные ощущения, это же как клей вязкая, ну, вот, например, даже рана, больно человеку промажешь, он как клей заклеит, ну, раз, два, три, боль проходит, потому что снимается, во-первых, он обезболивающее сильное средство, вы знаете, наравне с морфинами такими сильными, обезболивающее, очень сильное, антисептик мощнейший, и в какой-то мере антивирусные средства, антибактериальные 100%, антигрибковые 100%, поэтому, если натирать поврежденные вот такие вот места, например, прополисом, у кого-то это прям эффект, считанные там минуты снимается, боли там, жжения, чесания и так далее, а потом быстро-быстро проходит, это очень сильный продукт, рекомендую, плюс к тому, жевать прополис, просто брать и жевать, 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 слюну глотать, ну, понятно, естественно, путем, как жевачку жевать, ну, долго прожевали, выплюнули, еще кусочки, вот, есть при таких серьезных заболеваниях, в том числе, при любых ОРВ, при простудах, когда горло болит, это я вот прямо рекомендую таким образом, чеснок очень полезен, кто слышал метод такой, так называемый Чингисхана, вообще тоже, ведь чеснок там тоже, и антивирусные эти грибковые средства очень сильные, да, ну, естественно, единственное, только есть его, я говорил всегда, еще раз повторю, нельзя так вот, в больших количествах, по крайней мере, тем, у кого есть камни в желчном пузыре, там, примерно от 6 до 8, там, 9 миллиметров, так иначе они могут пойти, ведь чеснок очень мощное желчегонное средство, и если пойдут какие-то острые, в этом размере, они могут не только повредить желчный проток, их надо растворять внутри желчного пузыря, не вызывая такое обильное желчное отделение, там есть свои методы на это, а вот, собственно говоря, значит, еще встать в ампуле могут, как кляп, если не выйти из общего протока в 12-перстной кишку, и тогда, конечно, могут быть процессы очень серьезные, вот, воспаление желчного пузыря, потому что желчный будет выходить до того, что желчь пойдет, а это же единый проток, с панкреатическим, в, под давлением в панкреатическую, ну, поджелудочную железу, и быть, может быть, еще и некроз, вплоть до, ну, это в крайних случаях, поджелудочной железы, так, поэтому, в этом плане быть аккуратным, а так, метод Чингисхана хорош, это когда берется там от дольки чеснока в день, резать на кусочки, на доске разделочной, так, 2-3, 2-3 зубца, разрезать на 5-10 частей, подсушить немножко, чтобы не было вот этого эффекта экстракции, чесночных эфиров, и масел, и вот не было такой реакции желчоотделения сильного, выпить, запивая водой, на следующий день, больше, потом больше, и вот есть метод, прямо за месяц доходится, да, чуть ли не 200 грамм, кстати, и глистогонное сильное средство, ну, если и в кишечнике, конечно, глисты, они во всем организме, тем не менее, это мощный, а потом лесенкой вниз, ну, уже быстрее недели за две, это хороший метод, я про него подробно рассказываю в тех лекциях, которые тематические, там, по пищеварительной системе, и так далее, так, ну, и еще, значит, вот, я не буду принципиально говорить про какие-то там препараты синтетические, герпевир какой-нибудь там, ну, и так далее, которые пропил, гормональные и прочее, когда снимаются герпес, как бы, в тех местах, где он проявился, там, на губах, но проблема-то все равно не уйдет, а она должна естественным путем идти, когда мы скажем, да, это организм победил, а это не я, так сказать, вот, это сотворил, так, давайте я сейчас еще посмотрю, время у нас еще немножко есть, что там я, ничего ли не забыл, так, да, в принципе, наверное, ну, да, давайте-ка сейчас быстренько пройдем, вот я про витамины-то говорил, ну, так, конечно, да, вот еще несколько важных аспектов, витамины, минералы, ну, сегодня о витаминах, вот, то, специально эту картинку взял, вот, то, что есть наверху, и включая, конечно, молоко, молоко матери, для своего грудного ребенка, как природа предусмотрела, это необходимо, безусловно, что касается молока других животных, отведенное своему, там, теленку, козленку, в определенный только этап его-то личной жизни, а для человека, тем более для взрослого, для ребенка, как и молоко других видов животных, ну, тут я вас отошлю, если кто-то еще не в теме, к трем моим статьям, большим по молоку, молочным проблемам, и вообще, да, там все я разбираю досконально, или к моим видео, но там не так подробно, но тем не менее, кто захочет, хотя бы его видео посмотреть найдет. Так, значит, есть продукты, естественные, растительные, грибы, это не растения, не животные, это отдельное царство, грибы, наши предки знали, что грибы являются очень сильными лекарственными средствами от очень многих болезней, я вот серьезно изучаю уже долго фунготерапию, это лечение грибными грибами, у нас на Руси, и как и во многих странах, это было известно, особенно, конечно, в Японии, но и у нас, кстати, на Руси, в монастырских книгах еще у многих это осталось, и известные целители прошлого, такие как Бадмаев, там применяли, знали, еще у них были наработаны целые тетради, переписанные со старинных, там, манускриптов и так далее, значит, про свойства и комбинации, путем комбинации, зная применение определенных грибных, например, препаратов, и особенно с траволечения, можно добиться очень серьезных излечений от очень многих заболеваний, потому как я вот на примере того же Шитаки, вот полисахаридолентинана, кое-что уже вам говорилось, сегодня, да, то есть, что ведет это к выработке большого количества, кстати, того самого перфорина, который уничтожает и раковые клетки, ну и вирусы и так далее, так, вот витамины, на самом деле, и минералы, они должны получаться с того, из чего они в нашу экосистему, в биосферу, попадают в том самом усвояемом, легко усвояемом виде, в виде первичной энергии, материала легкого строительного, это, конечно, благодаря процессу фотосинтеза, когда образуются первичные органические вещества, все какие только необходимы, а есть, конечно, исключения, и наш человеческий организм, это слаженная машина, если он здоровый, это, мы не более какие-то дегенеративные существа, чем другие высшие животные, напротив, поэтому мы обладаем способностью синтезировать те вещества, какие нам необходимы в нашем организме, если он здоровый, хотя бы относительно, ну, или прийти к этому состоянию тоже можем, поэтому, да, семена, особенно проростки семян, уникальные продукты, вот, например, тоже, говорит, молоко, кальций, ну, хорошо, вот это, допустим, а вот в маке, в кунжуте в 5-6-7 раз количество кальция того же больше, чем в молоке, но только из молока кальция человек не получит, вот я говорю для тех, кто еще не смотрел мои лекции, не понимает, почему, да, там много кальция, но он не получит, потому что весь кальций, как щелочной металл, уйдет автоматически на реакцию нейтрализации, закислительного воздействия, а кальция органически в легкой воду, в освояемой форме, в семенах, а, кстати, семена, он, видите, любые семена, они пророские, не в сухом виде, а вот когда они начинают проклевываться, они очень полезны, почему еще? Там природа ведь так предусмотрела, что спящие, такие полимерные соединения преобразуются в более простые, когда идет активный рост, там надо дать и синтезировать самое большое количество витаминов, например, витамин С, в спящем семечке того же, например, возьмем кунжута или амаранта, он, когда семечка прорастать начинает, там в 30-20-30 раз больше витамина С, например, сразу синтезирует и так далее, поэтому это уникальная такая как бы подпитка для нас, ну, какие я рекомендую, например, можно, конечно, и того же Маша, нута, гороха, птичевицы, пожалуйста, проращивать натуральные, хорошие, и иногда потреблять, не надо часто, это сложные тоже белки в бобовых, достаточно сложные, тоже высокомолекулярные, конечно, не такие, как животные, однако, все-таки, тоже могут вызывать реакцию антигена антитела, переусердствовать там не нужно, а вот более легкие, лен, кунжут, там, допустим, конопляные, на Руси вообще конопляные, масло делали, и льняное, конечно, у конопляное было, из конопли, одежду шили, вообще использовали всесторонние, так вот это масло очень полезное, ну и конопляное молочко, про которое я вот рассказываю часто, тоже очень полезная штука, так, у меня, говорят, пропадает звук, вот как жалко-то, давайте посмотрим еще, вот сейчас, если слышно последнее, значит, что касается овощей, вообще зелени, корнеплодов, говорят, что же есть, ну, слушайте, у нас на Руси, испокон веку, на всю зиму запасались уникальными корнеплодами, которые, там, колоссальная пищевая ценность, энергетическая ценность, это репа, редька, там, три вида редьки, капусту не говорю, и про капустный квас, сок капустный, квашеную капусту, что касается вот этого молока, где косточка показана, я специально нарочно это кадр, вот решил вставить, ну, потому что вот избитая фраза, кальций, и так вы поняли, что есть вещества, природные, растительные, где кальция в разы больше, но только он усвоится, пойдет на щелачивание организма, пойдет на, так сказать, недостающее количество кальция, кстати, чтобы кальций усвоился, нужен еще магний, а для этого все зеленое надо, это зеленый цвет, нужен кремний, нужен кальций, нужен йод, кстати, а йода практически для средней полосы России, да и Сибири, ну, вот в Сибири можно еще йод в какой-то мере, хорошей такой мере, получить из кедровых орехов, кедровые орешки ели, да, понятно, ну, а для нас, ну, есть, конечно, уникальные, например, такие, вот спасения для многих сейчас, не, ну, вообще есть фейхуа, фейхуа вообще это такой плод, который в Абхазии там растет, он, ну, в южных регионах нашей страны, он поставляется осенью, кратковременно, быстро портится, ну, относительно, поэтому надо пользоваться моментом, есть там, ну, в 300 раз, например, в среднем больше йода, чем в средних продуктах, в салате там и так далее, а в то же время его можно сохранить, как мы это делаем, например, у нас целая линейка ягод, перетертых сиропами топинамбура, либо виноградом, натуральными сиропами, и они как бы замораживаются в глубокой заморозке, они хранятся сколько угодно долго, и йод хоть с железом быстро окисляется, у фейхуа прям черная корочка такая образуется, ее надо снимать, можно есть великолепно, таким образом зимой можно получать достаточное количество йода, это не только для щитовидной железы важно, это для многих биохимических обменных процессов крайне важный элемент, он очень летучий, его нет соли никакой йодированной, это ман, вот есть еще, вообще есть уникальный еще, я вам расскажу такой продукт, называется он фукус, ну это водоросль вообще морская, да, такая, но она, эта водоросль имеет очень жесткие мембраны, оболочки, эта клетчатка не переваривается в организме человека, ну на 1-2% могут усвоиться питательные вещества, почему наука давно обратила внимание на вот этот вот фукус, как бы на море, ну потому что все минералы есть, и в своем теле эти минералы, водоросли фукус, например, собираются практически все, вся таблица штамзет с Менделеем, но, причем в коллойной водорастворимой форме, в активной, и наука 40 лет билась над проблемой, как же их оттуда, ну достать так, чтобы человек мог это усвоить, термическая обработка, тут сразу поняли, она разрушает минералы, это нам лапшу на уши ведет, понимаете, когда ученые вот серьезные работают над какой-то задачей, серьезно, вот фунготерапевты, например, да, там, неважно, вот фукус, там, я скажу, что вот есть один человек, я даже с ним снимал, такую, как бы было, ну не интервью, беседа, доктор наук, в науко-граде Пущино, Подмосковье, вот я даже ездил специально, он единственный создал, технологию в мире, а 40 лет над этой проблемой бились, как в доступной биологической форме в виде коллойных минералов, водорастворимой форме, органической, получить вот эти минералы, чтобы они могли усвоиться организм человека, биологический оборот, вовлечься, и он тоже смог этого добиться только бестемпературный, сложный методом, там, углероза, СО2-экстракции, там, более сложный метод даже, неважно, изобрел, в общем, только без термообработки, уж пробовали, кислотой обрабатывали в свое время, и там, и все, естественно, это живое разрушалось, минералы. Так, поэтому, ну, собственно, при кипячении воды, если она, конечно, не дистиллированная, вы же видите, что осадок падает на дно, то есть минералы переходят в какое-то иное агрегатное состояние, которое уже не может усвоиться организмом человека, это понятно, тут вот это знает любой врач, кто скажет, пить осадок в воде, это сразу, почки убивать, ну, и так далее. Да, конечно, так вот, овареная пища ведь тоже самое происходит, просто мы не видим, что эти минералы изменили свою пространственную конфигурацию, что они изменили структуру, и они также выпали в осадок, но просто аморфная вот эта масса, некая, все-таки не вода же, не дает увидеть этот осадок, но с минералами то же самое происходит, так вот поэтому и фунготерапевты говорят, да, и полисахариды вот эти, и гиберлин, там вещество, и прочее, и прочее, и лентинангер только не разрушаются, остаются живыми, если термообработка не выше 40 градусов, а с грибом веселка, с его полисахаридами нежными, там вообще, там идет даже вот предел 40 градусов, а мы варим, жарим, ничего не надо удивляться, что, да, в дикой природе животные не имеют этих болезней, тем более автоиммунных, онкологии, да, они могут сломать ногу, и умереть по другой причине, но, так сказать, от автоиммунных заболеваний, потому что наши цивилизации наработаны, а почему? Потому что питание, ведь были эти проблемы из той 200 лет назад, когда экология была идеальна, почитать классиков наших, так высшее сообщество, аристократия, так и жили мало, не народ, а они жили мало, и болезни были, это описано, у меня, кстати, есть очень интересная лекция на тему долголетия и долгожителей, найдите, посмотрите, я как раз объясняю, не на основании, выдумок каких-то, книг, справок, так сказать, и фактов, вот, я их перечисляю, вы можете посмотреть, так, ну хорошо, так вот, это фокус, да, и вот, это подпитка минералами, всеми, какие только существуют, вы знаете, как бывает, иногда человек берет и пишет, а ничего страшного, там надо по столовой ложке, там примерно, сверху, ну, для взрослого, три раза в день, да, до еды, значит, а я пять, я прям не могу, хотя пахнет водорослью, ну, так вроде для многих противно, а я говорю, это прекрасно, это говорит о том, что организм прочувствовал это, что он чувствует, это очень хорошо, что он правильные вещи чувствует, не сбитой программой, какой-то наркотическим, вот этим зомбированием, а действительно, недостаток тотальный, минералов, вот, и это то, что, ну, в современном мире может спасти, по крайней мере, многие проблемы решить, вот, и я давно это искал, поэтому мы вот тоже сотрудничаем с этим серьезным центром, с этим ученым, вы можете посмотреть нашу лекцию, а будет интересен фокус, пожалуйста, обращайтесь, он натуральный, единственный лабораторий в мире только производит, кстати, закупают англичане, закупают сейчас финны, там, так сказать, там даже, знаете, в Англии выделили, вы представьте, что это значит, когда поняли, увидели эффект, в клиниках там испытания прошли, и госчиновника, госчиновника, который следит за закупками фокуса сейчас для клиник в Англии, в основном, конечно, для кишечных и, значит, проблем желудочно-кишечного тракта, но на самом деле там, ведь это основа основ, только желудочно-кишечный тракт, а дальше-то все с этого начинается, все с питания начинается, снашивание естественного. Так, вот, и еще последнее, что мы в конце, ну, буквально за несколько часов до начала сегодняшнего эфира, я попросил, уж коли так, о печени, ну, нельзя избежать разговор, тем более про гепатиты, мы говорили про вирусную инфекцию, да, то вот я решил, давайте включим еще по печени, по желудочному пузырю, поджелудочной методике лечения, значит, здесь тоже 5 тысяч, а сегодня 3 тысячи, цена, можете нажать, заказать, тут как раз разбираются проблемы, во-первых, комплексное очищение печени, основные методики, которые в мире существуют, их анализ, как правильно подготовиться к очистительным процедурам, тюбажам, там, прочим, питание, препараты, по группам болезней, естественно, свои препараты и комплексные меры, то есть изменение питания, образа жизни, и акцента делаются на, ну, такие биологические моменты, которые просто важно понимать, чтобы ошибки не сделать, там все это, ну, от желтухи до проблемами, вот даже с суставами, дело в том, что это связаны проблемы печени, например, с варикозным расширением вен, потому что давление, когда в нижних полых венах слишком высокое, из-за того, что много клеток печени гепатоцитов забито, закоксовано и фиброзными рубцами замещено, то давление сердца также качает, давление снизу высокое, и поэтому возникает вот это такое изменение при давлении в венах, варикоз, тромбофлебит, застойные процессы, когда там уже инфекционные начинаются, с клапанами вот эти проблемы, да, с их, собственно говоря, вот это вот, поэтому пришлось мне разобрать, все-таки, поскольку это связано с печенью, а надо восстанавливать в первую очередь при таких заболеваниях работу и структуру печени, то здесь я это тоже разбираю. Очень многое в организме серьезно перед плетеной связано, поэтому, ну уж, приходится и здесь это разбирать. Ну, коли делать серьезный продукт, комплексные методики, ну, нельзя обойтись, я там очень досконально все это разбираю, если даже у человека, ему кажется, что вот у него камни только в желчном пузыре или в печени, и вроде бы все, вот он говорит, мне надо только ликвидировать камни, но ведь надо понять, почему они образовались, образуются, даже если они в желчном пузыре, все равно изначально в печени проблема, так значит, надо печень восстанавливать, клетки гепатоциты, а не просто убирать последствия, причины, вот поэтому этот инфопродукт тоже очень важный. Ну, а поскольку сегодня мы говорили о инфекциях вирусной природы, поражающей печень в том числе, и цитомигловирусы, герпесы, то, естественно, я обязательно в порядке рекомендую вот этот инфопродукт. Ну, это мои рекомендации, вы смотрите сами. Это не диски, это информация, которая лежит, ну, будем считать, это диски там, или огромное количество кассет, текстовых файлов, но это все лежит на файлообменнике. Сейчас вот так все продвинуто, да, в связи с развитием интернета, систем, серверов, и поэтому вы, когда оплачиваете, автоматически вы, это роботы делают это, не человеческий фактор, ошибка исключена, вам высылаются ссылки на скачивание. Я хочу вам так сказать, вы не волнуйтесь, если вы не можете, у вас медленный интернет, и вы можете, кстати, смотреть это просто по интернету, через ссылки, есть такая функция там, а скачать себе, чтобы у вас это было на компьютере, не волнуйтесь, не обязательно срочно сидеть и за 10 минут скачивать, вы это можете 10 дней, 10 там, год скачивать, потому что эти ссылки, они у нас вечны, то есть, те ссылки, что вы получите на данные, купленные вами инфопродукты, можете скачать, когда захотите, не волнуйтесь, это я вот, хорошо вопрос задан был, потому что, обычно я забываю сказать, это важный момент. Так, баннер начал, что так, как Кораллового клуба, вот смотрите, я стараюсь в последнее время не говорить о, ну, вот, сквозь зубы о продукции той или иной фирмы, почему, очень много людей находят, ну, не очень много, но находятся люди, которые сразу, когда слышат о какой-то продукции, какой-то компании, сразу, о, так, сетевой маркетинг, значит, это значит, все для денег делается, это больная логика, ну, вы люди разумные, я вам скажу, да, значит, вот что касается Кораллового клуба, есть там препараты, которые очень хорошие, сильные препараты, не все, процентов 10, которые я рекомендую, которые я знаю, там проверены, я их рекомендую в некоторых своих лекциях, в методике, которые здесь, вот, я вам только что по лечению рассказывал, и по печени, тоже входят препараты Кораллового клуба, но я там так оговариваю, что я бы рекомендовал вот это, это, это в комбинациях таких, да, если нет возможности, не подходит, то вот это, 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 чтобы у каждого человека была возможность выбрать разные варианты, но, да, некоторые я очень рекомендую, конечно, в тех, которые я уверен, что они абсолютно натуральные, ну, например, какие примеры привести, ну, тот же, та же прессованная в таблетке хлорелла, водоросли одноклеточные, натуральный продукт, конечно, или там, я не знаю, какой-нибудь, там IQ, натуральные жирные кислоты, ну, хотя можно заменить там определенными там видами, комбинациями масел, например, но не всегда, то есть иногда рекомендую, а еще я рекомендую, центр, как вам сказать, вот смотрите, у меня в блоге, ну, там это объясняется, но тем, кто инфопродукты не купит по той или иной причине, просто я объясню, я не, я не рекомендую огульно, нету ни в одной фирме, вот, всех хороших, необходимых препаратов, они называются, конечно, БАДами, но с другой стороны, у нас сразу реакция идет, там вспоминают Гербалаев, почему БАДы, это биологически активные, как бы, добавки, это так регистрировать просто, их проще регистрировать, потому что очень сложность регистрации высокой, и натуральные продукты сейчас не пропускают, потому что владеют миром, владеют политиками, бизнесом, транснациональные корпорации, которые очень дешево обходятся, дорого только завод построить, оборудование завести, создать, а потом выпускать вот эти пилюли синтетические, очень дешево, это выгода больше, чем с наркотиками, и поэтому это все сейчас затмило, трудная регистрация в любых странах мира, но БАДы могут быть натуральными, то есть в настове экстрактов, трав, например, корень солодки, вот в коралловом клубе есть, ну попробуйте достать качественную солодку, если только ваш друг, знакомый, фермер там честный, не высушил травник, бабушка не собрала профессионал, потомственный там, тогда другое дело, а так я рекомендую, если такой возможности нет, тогда берите корень солодки в коралловом клубе, например, там, например, артишок, экстракт, или, например, фандетокс, тоже там, много компонентный состав, из трав, который очень хорошо восстанавливает клетки печени, тоже, да, гепатопротекторное средство, заферан, я это рекомендую, в левой колонке у меня в блоге, главной странице, есть раздел коралловый клуб, там, чтобы вам была экономия, можно подписаться, поскольку это сетевая структура, и тогда вы не как розничный клиент купите по розничной цене, а на 20% будет дешевле, ну и, естественно, там информационная поддержка и так далее, то есть это разумно, найдете, но в этих курсах все сказано по порядку, разорвано, как все это происходит, вот, теперь, значит, центр фунготерапии, вот я сегодня говорил про грибные препараты, понимаете, в чем дело, действительно, есть колоссальная сила некоторых комбинаций грибов, кстати, кто-то тут написал, про кардицепс, нет, 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 кардицепс, у него своя сила, очень сильный антивирусный препарат, очень сильный гриб для сердечных проблем, сердечно-сосудистых заболеваний, в комбинации с шитакей, например, и, допустим, рейши, или в комбинации с шитакей, с веселкой, кардицепс, он очень будет силен, как антивирусное средство, ну, смотрите, у шитаки оно очень сильное антивирусное средство, одно из самых сильных, у кардицепса тоже правильно, вот вы вопросу задали, я вам расскажу как раз, и веселка, вот, например, чага, например, гриб, применяется при желудочно-кишечном заболевании, а вместе с комбинацией, например, определенный, правильно сделанный настой чаги, и собранный, главное, собранный правильно, высушенный правильно, и, скажем, сока лопуха большого, там, корня, но не более, чем двухлетнее растение, такие, сока много, чтобы было в этих корнях, молодые, не древовидные, то за три недели лечится, например, полипоз кишечника, который врачи только резать к чертой матери, как в том фильме, да, не дожидаясь там, вот, то есть можно очень быстро вылечить, но иногда доброкачественные заболевания, опухоли лечатся, миомы там некоторые, иногда дольше, чем даже злокачественные, вот, это вот есть в этом, ну, вообще посмотрите, мое лицо о опухолях, я там очень подробно о грибах говорю, так, пока я поотвечаю сейчас на вопросы NPC продукции, ну, я не изучал подробно, ее не могу ничего сказать, я не сомневаюсь, что в каких-то фирмах есть достойные препараты, отдельные, чтобы это было прям, что-то на уникальный прорыв, нет, грибы другое дело, или травы, это природная часть, данная, ну, у славян вообще, славяне древние верили, знали, не то, что верили, верили, значит, понимали, видели, знали, что грибы, это действительно, как сейчас говорят, таблетки, неправильная ассоциация, это, и были даже города, где учили на владение знаниями по применению грибов и трав, многие вещи утеряны, но все-таки восстанавливать люди пытаются, то, что люди, например, по Ишитаке, там около 10 тысяч диссертаций защищено, эти препараты официальной онкологии даже, применяются в Японии, в Китае, вообще в странах Азии, и в США, кстати, даже, а Рейши, те же, например, а, Митаки, они вообще обороты, только в Америке на миллиарды долларов, потому что люди видят результаты, ну, фермеры в Канаде выращивают, там, так сказать, в принципе, в той или иной качественной форме они все-таки продаются, вот в центре фунготерапии, например, Филипповой, или у нас, потому что мы сотрудничаем активно, мне пришлось это, потому что я вижу, чтобы были эффекты лучше, и люди могли излечиваться, поэтому, подбирая комплексные методики, а вы знаете, какие большие упущения делают фунготерапевты, когда не учитывают питание, вообще никто не учитывает, ни онкологи, ни фунготерапевты, никакие врачи, слушайте, с такими заболеваниями люди обращаются, я говорю, а врачи-то что по питанию, ну, это ладно, сказали, это резать, это облучать, это там, а как, а никак, только вот все вареное, и ясно, что у людей результаты либо почти нет, либо слабые, насколько сильнее можно изменить, вот я вот говорю про гепатит С, например, вот в клинике, ну, говорил сегодня, подприведу еще раз пример, такой более детальный, по гепатиту С, в ЦКБ проводили эксперимент, когда кормили людей, также принимали пилюли, те же, но одной контрольной группе еще, на ночь там давали определенные дозы, там, ростков проростков пшеницы, ух, расторопших, вот, через год было поставлено стопроцентное клиническое выздоровление в этой группе больных, вы понимаете, это первое высоту, но в официальной медицине, год, если бы, и то радуются, в ладоши всех хлопают, ну, понятно, а если бы люди правильно питались, очищение организма проводили бы определенные, там, питание организма нужными минеральными и витаминными компонентами, которые не синтетические, а натуральные в должной степени, и хлорофила достаточно было бы, и так далее, это бы за три месяца полное выздоровление произошло, это легко, причем, кстати, печень еще восстанавливает очень хорошо такие грибы, я говорил, как лисичка, трутовик лиственничный, например, в Сибири применяли испокон веку, в Европу вазами экспортировали, те медики их не применяли наши грибы многие, а дождевик, например, собранный в определенной стадии зрелости, правильно в инфракрасной сушке высушен, значит, обладает такими свойствами, что он сорбирует, например, тяжелые металлы, свинец, хлор, втористые соединения, и даже радионуклиды, кстати, например, определенное количество есть формула по расчету, сколько дождевиков определенного размера на квадратный метр, зараженной радиацией площади, можно вырастить, утилизировать, и она будет полностью очищена от радиации за полгода, вот, так что это у них из организма выводит радионуклиды, да, поэтому это иногда применяется в комбинации, теперь давайте сейчас я вопросы ваши почитаю, вот не совсем, что это за комната, где вы, а, где я сейчас нахожусь, ну, это вот в Пушкинских горах, где я живу, и эко-отель у меня там строится, где я с семьей переехал, живу, вот, а у меня просто такая комната, два компьютера стоит, там, а сзади это как такой склад, ну, разных, так сказать, вещей, которые, так сказать, нужны тут в отделке, в строительстве, ну, в большей степени, там, мои какие-то вещи, тут такой, как склад, можно сказать, временный, иммуномодуляторы, вообще, что касается иммуномодуляторов, опять-таки, здесь я очень аккуратно отношусь, я иммуномодуляторы, вот, например, маточное пчелиное молочко натуральное, это уникальный иммуномодулятор, безопасный и полезный, проверенный, это как вот такой фактор, уникальный иммуномодулирующий, но проблема в том, что в сухом виде он не сохраняется, их надо либо натуральное есть с пасеки, либо замораживать специальных инсулиновых шприцов без доступа воздуха, перевозить тоже в минус и хранить при большом минусе, а вот потом уже просто, да, мы так же делаем и нашим клиентам мы просто поставляем, специально во льду, там, специальных термоизоляций, и люди просто держат морозилки, берут из морозилки под язык, там, треть шприца в день, курс 10 дней идеальный, это месяц, это мощнейший иммуностимулирующий, хороший фактор, без проблемный, просто видите, иммуномодуляция, она, смотря какая, она разная бывает, можно ведь и процессы онкологические, которые только-только идут, но еще, так сказать, человек не знает запустить, тоже ускорить, тут такая вот двоякая вещь, а вот если вместе с препаратами грибными, например, вот я говорю, фермент лентинан, то есть полисахарид, он что делает? Он провоцирует вот эти, это лимфоциты, они пробуждают, там макрофаги, так примитивно говорю, там вырабатывается огромное количество фермента перфорина, который расщепляет, разрушает раковые клетки, ну и не только раковые, доброкачественные там опухоли все, вот, поэтому вот так вот, то есть, да, чем можно восстановить слизистую гениталь? слизистую, ну, опять-таки, вот смотрите, самое сильное воздействие, опять-таки, тут есть нюансы, что, чего конкретно, но тем не менее, вот комбинация, например, гриб, шитаки, водорастворимая форма, веселка, может быть там рейши, ну, надо смотреть, может митаки при определенных там половых инфекциях, можно, например, или кардицепс тоже, применяется по определенной схеме, ну, там, например, пакетик водорастворимый, раз, три раза в день по пакетику, ну, можно два, ну, три такой не экономичный вариант, но более сильный, и свечи на ночь, один день ректально, свеча, например, веселка, следующий день пропуск, следующий, такой сильный курс, следующие шитаки, можно там раз в три дня, но вот, если так делать, то более эффективно, даже при вагинальных каких-то проблемах, не вагинальной, если женщина свечу, а все-таки ректально эффективнее, ну, а спринцевание могут быть, если опять-таки мы про женщин говорим, той же настойкой чаги, кстати, это очень сильная эффекция, настоем коллоидом, вернее, коллоидом серебром, хорошей концентрацией, такой, да, коллоидного серебра, кстати, оно вот в Коралловом клубе продается тоже, ну, например, в центре фунготерапии, ну, у нас, у нас, вот по нашему прайсу, а у меня это, легко вы найдете, да, так сказать, всего там 290 рублей, 250 миллилитров, то есть в разы дешевле, ну, действительно, такой, такой социальный, можно сказать, проект, потому что это вещь сильная, она очень нужна, вот у каждого дома должно быть калорийное серебро, потому что от стоматитов, начиная от детских, там до, вот если вирусные инфекции, разбрызгивать, и принимать внутрь, а если сепсисы какие-то, очень сильные средства, антивирусные сильные, вот если антигрибковая, тут больше медь, ион и меди, поэтому медная посуда, вот чистые меди, да, у меня тоже ролик есть про чистую медь, посмотрите, найдете у меня, а вирусные, это, как его, серебро, да, но самой по себе, может, недостаточно быть этого фактора, но если еще мы будем применять грибные препараты, и очистительные процедуры, давайте так, чтобы я вам сейчас подробно не рассказывал, ну, кто-то не знает, вот, как делать очистительные методики, то они есть у меня подробно, есть такая лекция пищеварения, и очищения организма, вот там я в конце, да, очень подробно рассказываю, как все это там применяется, магнезия, сколько дозы, там, как воду пить, там, кружку эсмарха, и сорбент на ночь, какой, кстати, вот, когда мы говорим о сорбенте, в дни этих процедур, я сразу говорю, самый лучший, это каолиновая белая глина, кораллового клуба, она там, коловадо-микс называется, такой порошок, набухает в там 30-40 раз, и всю ночь из кишечника токсины, которые активно выходят после очистительной процедуры, они же из лимфатической системы, из сосочков, полости, складки толстой киши, активно начинают выходить, как вот засорившиеся канализации, которые пробку вытащили, вот, но только обратное всасывание в кровь уже не будет, а будет забирать этот сорбент, ну, важный шаг, можно было бы не делать, и все равно, человеку лучше было бы, ну, как бы, ну, а так вообще великолепно, ну, это же фактор, вот я говорю, факторы надо учитывать, чем больше мы их учтем, тем лучше будет с точки зрения здоровья, так, сейчас я быстренько посмотрю, что там было до того, какие ваши вопросы, так, как они у меня тут как-то соскакивали, что же такое, да, конечно, с этими программами, так, да, запись, я думаю, эту же, нашу, можно будет пересмотреть мою завтра, я так полагаю, еще по ссылочке, по которой сегодня будет доступно, значит, вот, еще раз говорю, те препараты грибные, которые центр там фунготерапии выпускает, Филиппово, но, еще раз говорю, одними этими препаратами, можно справиться в какой-то мере, но это будет очень, либо долго, либо бывают случаи и быстро, но системный подход, он сложнее и проще одновременно, это и питание изменения, и те суперфуды, которые я рассказывал, начиная там с перулины, фокуса, и, например, кстати, хвойный экстракт, вещь уникальная, у нас есть такой пихтовый, пихтово-кедровый концентрат, который еще староверы, старобрядцы, очень, давно использовали, вот это мощнейшее тоже антивирусное, антибактериальное средство, и оно не противоречит приемам грибных препаратов, оно против усиливает, если ввести это еще дополнительно, вот там по чайной ложке раза 2-3 в день, это будет еще эффективнее в разы, ну, вот, так, 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 сейчас я смотрю еще ваши вопросы, ну, дождевик это да, гриб, который вот, у нас он тоже, естественно, в прайсах есть по фонготерапии, который вытягивает токсины, и не только, главное, ради нуклиды, конечно, ну, и тяжелыми там, а слезевик, да, существует, это такой, да, значит, я про слезевик, вот эту теорию якобы, что рак, тоже вот одна лаборантка такая, вот нашумела эта история, значит, слезевика, я про это подробно рассказываю как раз в лекции по онкологии, которую вы найдете у меня в блоге, либо в ютубе на моем канале, и будет прекрасно все это, так сказать, вот, да, ну, что ж, дорогие друзья, я вот смотрю, в принципе, уже вопросы ли повторяются, хотя сейчас секундочку, ну, вот, противоглистные травы, противопаразитарные, как я к этому отношусь в восточной медицине, я прекрасно отношусь, поэтому проанализировав это, те травы или комбинации, вот лист черного ореха, вот тот же коралловый клуб, это великолепный, сильный средств, есть, конечно, и индийские разные варианты, но у нас есть свои специфические гельминты, есть очень серьезные, те же лямбли, ни одного, вот, я честно скажу, даже препарата очень хорошего в коралловом клубе опистоп, который разработан над описторхов, и лямбли был, против них, даже в комбинации с листом черного ореха будет недостаток, чтобы уничтожить полностью лямбли, а вот если, и то там полгода надо принять, а вот если лисичек курс пропить, по три ампулы, вот центров онкодробии, и вот наши вот эти препараты лисичка, то по три капсулы в день, три раза в день по три капсулы, да, но на ночь обязательно, либо трутовик лиственничный, капсулу четыре, там не пожалеть, и дождевик можно кстати в этот период, можно шитаки, курс есть, акора куда входят они, но лучше по отдельности, потому что доза будет больше, для взрослого человека три капсулы, три раза в день, вечером еще трутовик лиственничный, капсулу четыре на ночь, ну и дождевик можно два раза в день, по две там три капсулы, то месяц пропить, ну плюс еще, если этого уже достаточно, в принципе, лямбли не будет уничтожить эти активные вещества, которые находятся вот в лисичках, причем еще раз говорю, можно и конечно там летом собирать лисички, но каждый день надо есть по горсточке, сырых конечно же, и тогда в принципе будет тот же эффект, в принципе будет, вот, будьте аккуратны, грибы в себя любые, вбирают огромное количество радионуклеидов, токсинов, тяжелых металлов, поэтому, ну вернее, каких-то токсинов, тяжелых металлов и радиаций, поэтому имейте, ох, опасно, бывали случаи, приносили, вон, вот, даже Филиппова рассказывает, когда там люди говорят, сдавать там, ну, редкие грибы, лисички, веселка, а там свинца там, ладно, свинца, и стронца, и других радиоактивных элементов, куча, это же жесткий контроль, надо, чтобы проходило, это же очень опасно, поэтому, тут надо иметь в виду, либо действительно проверенные качественные препараты, а, кстати, эти препараты составляются даже в Японию некоторые, то есть, если шитаки, наоборот, идут оттуда, тут все ее перерабатываются, делаются очень хорошие препараты, особенно, есть, конечно, более дешевые, там, я бы сразу наперед скажу, такие масляные формы экстракции, но гораздо эффективнее, понимаю, дешевле, но в разы, в десятки раз эффективнее водорастворимые чистые полисахариды, которые, конечно, дороже, а, кстати, есть такие препараты, агарик, например, бразильский гриб, который применяется, когда идут, когда даже сложнейшие некротические процессы, уже, ну, чуть ли не водянки и в последних статях рака даже тогда помогают, ну, в комбинациях с другими, конечно, грибами, и главное тут, понимаете, не только какие-то препараты, тут общие условия, важные образы жизни, мысли человека, веры в то, что он делает, это очень маловажный фактор, очищение организма, поставка в организм необходимых питательных веществ, минералов, витаминов, но в натуральном, в общем, тут золотое правило, в малом объеме пищи, при серьезном заболевании, в малом, получить огромную концентрацию энергии и питательных веществ, поэтому-то и важно здесь, вот то, что я перечислял сюда, и проростки семян, а, кстати, в амаранте, например, амарантовые семена, ну, там по ложечке столовой в день достаточно, для взрослого по чайу, две для детей, там же и сквален, вещество антираковое, кстати, да, а в холорофии, вот, сук правоскоп пшеницы, например, там же лейтрил, вот это В18 витамин, которые антираковые тоже, это всем полезно очень, так, так, ну, хорошо, что ж, так, а со мной, ну, меня вы найдете всегда, либо Фролов Юрий Андреевич, наберете в Яндексе, например, и мой первый сайт, это мой блог, будет, зайдете, найдете, индивидуальные консультации, я сейчас стараюсь редко, но в крайнем случае время очень мало, но все-таки провожу, если уж надо, и вот иду на это, это можно, так сказать, там узнать в моем блоге, это пожалуйста, теперь, ну, блог мой очень легко, еще раз говорю, Фролов, Фролов Юрий Андреевич, прямо в Яндексе набираете, первый, это мой блог, блог, юфролов.ру, вы его сразу найдете, это легко, и там уже, так сказать, посмотрите разделы, найдете все, что вот я говорил про лекции, конечно, их надо посмотреть обязательно, так, ну, хорошо, я очень советую смотреть, так, ну, вот, пожалуй, по очистке сосудов есть, но это по кровеносной системе, найдете, у меня все это в блоге есть, вот, я очень рекомендую вам, если эти темы, эти поднятые, сегодняшние, важные темы, разделы, вам интересны, вы хотите получить информацию, конкретную, четкую лечению, всех этих, это десятки, сотни, ну, если в четырех инфопродуктах, которые я сегодня рекомендую, со скидками вам, вот вы можете заказать, да, там, или комплект из трех, плюс по печени, поджелудочные, кстати, там не только по печени, там еще все лечения болезней, еще и поджелудочной железы, и желчного пузыря, то вы найдете там почти под 100 видов крупных и средних и мелких болезней, которые можно вылечить естественными, натуральными методами, без вреда для организма, без последствий, не дай бог никому, но если кому-то, вам или друзьям, знакомым, родственникам, несчастных потом, ну, в общем, имейте в виду, это уже вам решать, можете взять, так сказать, сочтите нужным, и действительно, это будет не зря. Обязательно посмотрите эти лекции, пересмотрите сегодняшнюю встречу, которую я вам рекомендовал, к слову, кстати, сегодняшней лекции, и вы получите гигантский пласт знаний по другим системам органов и так далее, и вместе, в совокупности, будет у вас общая картина мира, как устроен организм, как функционирует, ну, откуда берутся болезни, обязательно, кто не в тени еще, посмотрите мою, любую вводную лекцию на тему адекватного питания человеческого. О масле и чайного дерева, конечно, я об этом часто говорю, например, он, там, экстракция масла и чайного дерева, там, сильнее антибиотиков, тетрациклинового ряда, например, которые часто применяют эрициклин, там, эритромицин, примерно в 30-40 раз, его применяли до 40-х годов активно, кстати, я его применял и на рыбах, там, и на, то есть, какая разница биохимия, это одна и та же, очень сильное средство, хорошее, натуральное, кстати, тетрациклин накапливается в костной ткани, имейте это в виду, вызывает там, вплоть до онкологии, это очень серьезная штука, то есть, антибиотики, это антижизни, против жизни, их применять, в природе есть вещества, для любых проблем сильнее, гораздо сильнее, чем синтетические препараты, но они все безвредны, как правило, просто надо знать, как и что, семена льна будет трудно проращивать, они слизь дают моментально, не прорастить, их можно просто в кофемолку, там, промолоть, в теплой водичке, прям залить сразу, там меда, или если кто хочет, или каких-то сухофруктов, каша будет, теплая, прям 40-50 градусов, не надо кипятить только, неотличимая от вареной каши, но только живая, все-таки, у меня это тоже есть в блоге, найдете, вообще поройтесь, там уникальные информации, я уж не могу на все вопросы ответить, так, ну, дорогие друзья, что же, я хочу вас, со своей стороны, поблагодарить за внимание, проявленное, к нашей сегодняшней лекции, к своему, вашему здоровью, значит, я надеюсь, что вы тоже будете мне благодарны, и сегодняшняя наша встреча, ну, напишите, если кто-то хочет пару слов, насколько она была интересна, вам важна, получили ли вы интересную, важную для себя информацию, которую вы сможете теперь в жизни применить, ну, и, значит, я думаю, что до новых встреч, обязательно с вами, с новыми моими лекциями увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok